Андре Моруа Три Дюма Перевод с французского Читает Николай Козий Предисловие автора Мало найдется имен более известных миру, чем имя Дюма-отца. В любой стране читали его книги и продолжают читать. Поэтому мне нет необходимости оправдывать свой выбор. Изучая жизнь Жоржа Сант и Лептора Гюго, я натолкнулся в процессе работы на новые документы. И мне пришлось добавить к моей галереи романтиков портрет Александра Дюма. Критики поколения Думика Брюнеттьера, признавая в нем человека, наделенного недюжинными природными способностями, отказывали в таланте его произведениям. Прекрасная книга господина Анри Клуара возвратила Дюма его законное место в истории французской литературы. Его обвиняли в том, что он забавен, плодовит и расточителен. Неужели для писателя лучше быть скучным, бесплодным и искаредным? Рубеж, отделяющий в наши дни литературу серьезную, которую только и удостаивают уважением от литературы развлекательной, в прежние века не существовал. «Мольер вышел из балагана», — пишет Роже Кауя, и без труда перешел от простонародного фарса к придворной комедии. Бальзак обычно публиковал свои романы в газетах, позднее также будут поступать Диккенс и Достоевский. Гюго на протяжении всей жизни умел завоевывать и сохранять любовь самой широкой аудитории. Гомер был поэтом для всех. «Бальзака, Диккенса или Толстого совершенно заслуженно ставят выше Дюма, и я со своей стороны их предпочитаю, но это не мешает мне сохранять горячую любовь к писателю, который был отрадой моей юности, и в котором я и поныне люблю силу, жизнерадостность и великодушие». Гюго ставил его в один ряд с лучшими писателями своего времени. «Ты уходишь от нас вслед за Дюма, Ла-Мартином и Мюссе», писал он в надгробии Теофилю Готье. Значит, автор «Отверженных» не считал, что писатель унижает себя, если его читают больше пятисот человек. Прибавим, что у самого Дюма в жизни было не меньше приключений, чем в его романах, а это подлинное наслаждение для биографа. Некоторым читателям, возможно, покажется странным, что я уделил так много внимания в этой работе Дюма сыну. «Какой Дюма?» — спрашивал Анри Клуар и отвечал. «Единственный, имею в виду Дюма отца. Я надеюсь, что мне удастся побудить этого столь справедливого критика пересмотреть свою точку зрения. Жизнь Дюма сына малоизвестна. Я привлек множество ранее не публиковавшихся документов. Его переписка, гораздо более обширная, чем у Дюма отца, поможет читателю лучше узнать его. Я надеюсь, она позволит понять, что его пьесы, которые изумляют, а иногда и шокируют зрителя наших дней, отвечали самым глубоким потребностям его души. На самом деле отец и сын, вопреки видимости, были очень близки. В обоих была семейная жилка, унаследованная ими от генерала Дюма. Обоим пришлось с ранних лет бороться против жестокой несправедливости. Дюма отец много страдал из-за расовых предрассудков, Дюма сын из-за незаконного происхождения. Обоим пришлось доказывать себе, что они ничуть не хуже, а даже лучше других. Их любимые герои — вершители правосудия, мушкетеры — у Дюма отца, моралисты — у Дюма сына. У отца очищение от страстей достигается путем отказа считаться с реальностью. Его называли хвостуном, вралем, но, по-видимому, он, как и Бальзак, не мог отделить реальное от воображаемого. Судьба отца служила постоянным уроком сыну. Расточительный отец породил бережливого сына. Отец — легкомысленный, сурового резонера. Дюма сын решил после бурно проведенной юности перестроить жизнь в соответствии со своими принципами. Он потерпел неудачу, и в этом заключается драма его жизни. Дюма сын разыгрывал в жизни одну из драм Дюма сына. Я постарался нарисовать точный портрет этого раздираемого противоречиями человека. Я должен выразить свою признательность множеству лиц. Незнакомые мне люди, узнав, что я пишу книгу о семействе Дюма, любезно прислали мне бесценные документы, ранее не публиковавшиеся. Александр Липман, внук одного Дюма и правнук другого, разрешил мне ознакомиться с дневником его отца. Госпожа Балашовская-Пети, которой меня представил мой любезный коллега и друг Эмиль Анрио, подарившая в свое время национальной библиотеке бумаги Дюма сына, великодушно открыла передо мной свое частное собрание, точно так же, как и госпожа Сенкевич, госпожа Руссо, госпожа Дюминиль, Франсис Амбриер, господин Альфандери, господин Альфред Дюпон, госпожа Прива, господин Даниэль Тиро, господин Рауль Симонсон, господин Жозе Камби и десятки других. Люсьена Жюльен Каин любезно перевела для меня некоторые тексты, опубликованные в России. Национальная библиотека, библиотека Арсенала и куратор собрания Шпельберг де Лавенжуль оказывали мне всяческую помощь. Архивы Суассона, Лаона и Вилека Тре дали мне возможность познакомиться с документами, проливающими свет на военную карьеру генерала Дюма. И, наконец, моя жена, как и обычно, была моим вторым я. Андре Муруа Часть первая Вилека Тре Послушайтесь моего совета. Женитесь на негритянке с Вест-Индских островов. Из них выходят прекрасные жены. Бернард Шоу Дом, где разбиваются сердца Я собираюсь проследить на судьбе трех поколений последовательное изменение необыкновенного темперамента, родившегося от Союза французского дворянина и черной рабыни из Сан-Доминго. Три человека, о жизни которых я расскажу, обладали, хотя и в различной мере, и в разных проявлениях Одними и теми же достоинствами Силой, храбростью, рыцарственной самоотверженностью, Ненавистью к подлецам И одними тем же недостатком С тщеславием Порожденным мечтой об отмщении Но мало знать темперамент человека, чтобы понять его судьбу Темперамент Лишь канва, по которой вышивают свои узоры События И воля Итак, перед вами Мой памятник Трем Дюма Глава первая В которой драгун полка королевы За три года Становится генералом республики В 1789 году Вскоре после взятия Бастилии Жители маленького городка Вилле-Котре Расположенного к северу от Парижа На пути из Суассона В Лаон Встревожили слухи О крестьянских бунтах И грабежах Городок этот Славился красивым замком Эпохи Возрождения Принадлежавшим некогда Королевской семье Людовик XIII Подарил этот замок Вместе с герцогством Балуа Своему брату И с тех пор им владели Герцоги Орлеанские То есть младшая ветвь бурбонов Людовик XIV Часто приезжал туда Поухаживать за своей Любезной невесткой Генриеттой Английской Которую ее муж Филипп Орлеанской Совершенно забросил Чтобы свободно Предаваться наслаждениям Со своим фаворитом Шевалье Делореном Позже король Привез туда Луизу Делавальер И представил фаворитку Мадам Генриетти Которая пришлось С почестями Принимать у себя в доме Свою бывшую фрейлину 1 сентября 1715 года Сын Филиппа Орлеанского И Генриетты Тоже Филипп Орлеанской Стал регентом Франции И на целых 8 лет Вилле Котре Превратился в пристанище Повес и распутников Составлявших двор регента Замок Пишет Сен-Симон Стал ареной Диких оргий И перов На которые гости И мужчины И женщины Являлись Совершенно голыми Из письма Госпожи Детенцен Мы узнаем Что эти сборища Назывались Ночами Адама И Евы Герцог Ришелье Рассказывает По знаку Мадам Детенцен Предводительницы Пиршеств Сразу после Шампанского Тушили огни И обнаженные Сотрапезники Предавались Бичеванию На ощупь Отыскивая Друг друга В кромешной тьме Гости покорно Повиновались Установленному Распорядку Что немало Забавляло Его высочество Безудержная Любовь К наслаждениям Передавалась Слугам замка И даже Горожанам Вилля Котре Чьи нравы Становились Все более Распущенными Нередко Случалось Что регент Приглашал На свои Празднества И ужины Именитых Жителей Вилля Котре Которые Не смели Ему Отказать А также Челядь Всех Рангов И званий Вплоть До Садовников Об этих Ургиях Следует Напомнить Потому Что их Влияние На местные Нравы Сказывалось Еще спустя Полвека И этим Отчасти Объясняется Та циническая И наивная Терпимость С которой Дюма Отец Всегда Относился К распутству Однако Пребывание Двора В маленьком Городке Принесло Ему Процветание Судьи Судейские Чиновники И приближенные Орлеанского Дома Построили себе Красивые Особняки Прекрасный Лес Где охотился И завтракал На траве Людовик Четырнадцатый Привлекал Любителей Прогулок Приезжих Было так Много Что это Позволяло Безбедно Существовать Владельцам Тридцати Трактиров И гостиниц Одна Из гостиниц Под вывеской Щит Принадлежала Клоду Лабуре Бывшему Дворецкому Его Королевского Высочества Герцога Орлеанского Такое Прошлое Создало Лабуре Особый Авторитет Поэтому Когда разразилась Революция Он стал Командиром Местного Отряда Национальной Гвардии Вилья Котре Городок Мирный Зажиточный Имел Все основания Бояться Грабителей Рыскавших По слухам В окрестностях Офицеры Гражданской Милиции Попросили Правительство Людовика XVI Прислать Солдат Для защиты Города Драгунский Полк Королевы Расквартированный В Суассоне Отредил 20 Кавалеристов Которые Прибыли Вилья Котре 15 Августа 1789 Года Все окрестные Жители Собрались На площади У замка Чтобы полюбоваться Драгунами Красовавшимися Во всем Великолепии Своих Мундиров Один из них Больше других Привлекал К себе Взгляды Это был Статный Мулат С бронзовой Кожей Изящество Движений Придавало Его могучей Фигуре Аристократизм Когда солдат Распределяли На постой Мари-Луиза Лабуре Попросила Отца Который Как командир Национальной Гвардии Имел право Выбора Взять К себе Красавца Мулата Мари-Луиза Лабуре Своей подруге Жюли Фортен Драгуны Которых Мы так долго Ждали Прибыли Позавчера Приняли Их Очень тепло И охотно Разобрали По домам Мой отец Остановился На одном Цветном Молодом Человеке Из этого Отряда Он Очень мил Зовут его Дюма Но товарищи Говорят Что это Ненастоящая Его фамилия И что он Будто бы Сын знатного Дворянина Из Сан-Доминго Он такой же Высокий Как кузен Приво Но манеры У него Лучше Так что Как видишь Моя милая И добрая Жюли Это очень Славный Молодой Человек Хозяева Сразу же Полюбили Дюма Добротой Своей Он поражал Не меньше Чем силой Командиры Дюма Сообщили Лабуре Что солдат Этот Сын Маркиза И что Настоящее Его имя Дюма Давид Для Поэтри И это Была Правда Отец Его бывший Полковник И генеральный Комиссар Артиллерии Потомок Нормандского Двоянского Рода И маркиз Милостью Короля В 1760 Году Отправился На острова Решив Попытать Счастье На Сан-Доминго Он купил Плантации В западной Части Острова Неподалеку От мыса Роз И там 27 марта 1762 Года От чернокожей Рабыни Сесет Дюма У него Родился Сын Которого При крещении Нарекли Тома Александр Мы не знаем Была ли потом Рабыня Возведена В ранг Супруги Ее внук Уверяет Что была Однако Если вспомнить Нравы И обычаи Того времени Брак этот Представляется Малоправдоподобным Нет ни одного Документа Который бы Его подтверждал Но нет И ни одного Который Позволил бы Его отрицать Молодая Женщина Управляла Хозяйством Маркиза Тот Признал Ребенка И привязался К маленькому Мулату Живому И сообразительному В 1772 Году Чернокожая Мать Умерла Ребенок Сначала Воспитывался У отца В Сан-Доминго Но в 1780 Году Маркиз Де-Ля-Паэ-Три С тоской Вспоминавший О соблазнах Столичной И придворной Жизни Вернулся В Париж Согласно Обычаю Французские Плантаторы Дворяне Возвращаясь Во Францию Сыновей Смешанной Кровью Брали с собой Дочерей Оставляли На островах Молодому Мулату Было тогда 18 лет Цвет Кожи Придавал ему Экзотический Вид Черты Лица У него Были Правильные Глаза Великолепные Фигура Стройная А кисти Рук И ступни Изящные Как у женщины Его принимали Смолоду Он пользовался Большим успехом У женщин Он поражал Своей силой Однажды вечером В опере Какой-то мушкетер Войдя в ложу Где сидел Дюма Оскорбил его Молодой Дюма Давид Для Паэтри Схватил обидчика И швырнул его Через перила Прямо на зрителей Портера За этим Последовала дуэль На которой он Ранил своего противника Потому что был Так же искусен В фехтовании Как и во всех Телесных упражнениях И все же Юному островитянину Жилось в Париже Несладко Маркиз Крепко державшийся За свою мошну Давал ему мало денег В семьдесят девять лет Он женился На своей экономке Франсуазе Рету Тогда сын Доведенный до крайности Решил завербоваться В королевскую гвардию Кем? Спросил его отец Простым солдатом Превосходно Сказал старик Но я Маркиз Далепаэтри Бывший полковник Не могу допустить Чтобы мое имя Трепали Среди всякого Армейского сброда Вам придется Завербоваться Под другим именем Согласен Я завербуюсь Как Дюма И под этим именем Он поступил В Драгунский полк Королевы В полку Он быстро прославился Своими Геркулясовыми Подвигами Никто кроме него Не мог Ухватившись За потолочную балку В конюшне Зажать лошадь В шинкелях И подтянуться Вместе с нею Никто кроме него Не мог Засунув по пальцу В четыре ружейных дула Нести на вытянутой руке Все четыре ружья Этот атлет читал Цезаря и Плутарха Но он завербовался Под простонародной фамилией И потребовалась Революция Чтобы его произвели В офицеры В августе 1789 года В те дни Когда Ла Буре Оказывали Дюма Самое радушное гостеприимство В гостинице Щит Революция уже началась Но никому и в голову Не приходило Что она зайдет настолько далеко И уничтожит Освещенные веками Правила производства В офицеры Марии Луизе Ла Буре Девушке серьезной И добродетельной Понравился Красивый И великодушный Молодой человек Которого делало Неотразимым Сочетание Огромной силы Красивого мундира И таинственного Происхождения Когда молодые люди Открылись Хозяину гостиницы Во взаимной любви И выразили желание пожениться Клод Ла Буре Поставил им Единственное И весьма скромное Условие Свадьба будет сыграна Как только Дюма Получит чин Капрала В конце года Драгун вернулся в полк Нашивки Капрала Он получил 16 февраля 1792 года Как и большинство Молодых мулатов Благородного происхождения А их в те времена Во Франции Было немало Дюма решительно Стал На сторону революции Ведь только она Позволяла ему Надеяться На уравнение В правах По всей стране Формировались Полки добровольцев Знаменитый Шевалье Де Сан-Жорж Который Подобно Дюма Был Смешанной крови Личность Широко известная В конце 18 века Мушкетер Композитор И по мнению Принца Уэльского Самый обворожительный Из всех цветных джентльменов Тоже был покорен Новыми идеями Он сформировал Легион свободных Американцев И стал его командиром Он предложил Дюма чин Сублейтенанта Другой офицер Полковник Буаия Наслышанный О храбрости Молодого драгуна Пообещал Сделать его Лейтенантом Сан-Жорж Набивал цену И зачислил Дюма капитаном Дюма Сразу же умножил Список своих подвигов Один захватив В плен 13 вражеских стрелков Короче говоря 10 октября 1792 года Его произвели В подполковнике Военный министр Гражданину Дюма Подполковнику Сим Извещаю вас Сударь О вашем назначении На вакантную должность Подполковника Кавалерии Легиона Свободных Американцев Вам надлежит Вступить в должность Не позднее Чем через месяц По получению Сего письма В противном случае Сочтут Что вы отказались От должности И вместо вас Будет назначен Другой офицер Временно исполняющий Обязанности Военного министра Лебрен Таким образом Драгун Отправившийся На войну С мечтой О чине Капрала Стал в 30 лет Подполковником Он с лихвой Выполнил обещание И завоевал Свою прекрасную невесту Свадьба состоялась 28 ноября 1792 года В мэрии Вилле-Котре Свадьба на скорую руку Как часто бывает Когда офицер Женится на дочери Именитого гражданина Свидетели Подполковник Эспань И лейтенант Дебез Из 7-го Гусарского полка Расквартированного В Камбре Жан-Мишель Девиолен Инспектор Вот и лесов Родственник Лабуре Полновластный Хозяин Во владениях Герцога Орлеанского И госпожа Франсуаза Риту Вдова Дави Делепаэтри Мачеха-жениха Медовый месяц 17 дней В гостинице Щит Потом Новобрачному Пришлось Отправиться Вдогонку За полком Оставив Дома Беременную Супругу Северная Армия 30 июля 1793 года Дюма Производят В генералы 3 сентября Того же года Цветной Становится Дивизионным Генералом А 7 дней Спустя Марии Луиза Дюма Разрешилась От бремени Девочкой Которую Назвали Александрина Эмме Эпические времена Когда армия Делала генералов Быстрее Чем женщины Детей Но революция Не особенно Церемонилась Со своими Генералами И перебрасывала Их с места На место Как мячики Получив Назначение На пост Главнокомандующего Перенейской Армией Влюбленный Муж Проезжая Через Вилля Котре Смог Пробыть Там Всего Четыре Дня Клод Лабуре Своему Другу Данре Дефавролю 20 сентября 1793 Года Генерал Прибыл К нам 15 И уехал От нас 19 То есть Вчера В почтовой Карете Через Несколько Дней Он будет В Пиренеях Дитя Чувствует Себя Хорошо Мария Луиза Тоже При супруге Она держалась Очень мужественно И дала Волю Слезам Лишь После Его Отъезда Сегодня Она Снова Взяла Себя В руки Она Утешает Себя Мыслью Что Все Эти Жен Мне Придется Угощать Офицеров Которые Приедут Из округа Инспектировать Бывший Замок Теперь И лес И замок Столь дорогие Герцогам Орлеанским Стали именовать Бывшими Так же Каких Владельцев По различным Военным документам Можно было бы Проследить За всеми Бросками Мячика Но это И скучно И бесплодно Комиссары Республики Откомандированные В действующие Армии Не любили Генералов Свои письма Они обычно Заканчивали С братским Приветом Но относились К ним Отнюдь Не по-братски Особенно Если генерал Как дюма Был либерален С гражданским Населением После того Как он приказал Изрубить на дрова Местную гильотину Его окрестили Человеколюбцем Баюнские Комиссары Встретили Вновь Прибывшего Генерала Посланного Им Комиссией По организации И перемещению Войск Весьма Неприветливо И потребовали Его смещения Комиссия Не пользовавшаяся Авторитетом Покорилась И вскоре Перебросила Дюма С поста Главнокомандующего Пиренейской Армией Сначала В Вандею А потом В Альпы Где он Как всегда Совершал Подвиги Достойные Героев Древнего Эпоса С отрядом Несколько Человек Он захватил Гору Монсени Где засели Австрийцы Вскарабкавшись По отвесному Утесу С помощью Кошек Добравшись До вершины Его люди Остановились Перед Палисадом Противника Не зная Как его Преодолеть А ну Пустите меня Сказал генерал И хватая своих Солдат За штаны Одного За другим Побросал Их Через Палисад Прямо На поверженного В ужас Противника Маневр Достойный Гаргантюа В термидоре Второго Года Республики 1794 Год Комитет Общественного Спасения Назначил Дюма Начальником Марсовой Школы В лагере Саблон Неи Сюрсен На первый Взгляд Это было Большой Честью Предполагалось Что школа Будет превращать Сыновей Санкюлотов В офицеров Республики Но школа Только что Приняла Самое Активное Участие В термидорианском Перевороте И хотя Она внесла Свою лепту В дело Свержения Робеспьера Тальян Все же Щел опасным Оставлять У ворот Парижа Столь пылких Молодых Людей Через Три дня После назначения Дюма Школа Была Распущена А генерала Отправили В армию Расположенную В районе Самбры Имааса Два месяца Спустя Новое Перемещение Гражданин Ты Назначаешься Главнокомандующим Брестской Армией С штаб Квартирой Вренне С братским Приветом Этот пост Оказался Столь же Эфемерным Как и остальные Комиссия По организации Перемещению Пехотных Войск Гражданину Дюма Бывшему Главнокомандующему Брестской Армией Тринадцатого Фремьера Третьего Года Единой И неделимой Французской Республики Гражданин Комиссия Предупреждает Тебя Что поскольку Ты не имеешь Назначения Твое пребывание В Париже Противоречит Закону От Двадцать Седьмого Жерминаля Следовательно Ты должен Выбыть В ту Коммуну Которую Выберешь И уведомить Комиссию О своем Месте Жительства С братским Приветом Комиссар Пиль Дюма Устал От бесцельных Переездов И нереальных Назначений Смелый Человек Он любил Сражаться И побеждать Человек Открытый Он ненавидел Интриги И подозрения Он Подал В отставку И уехал К родителям Жены В Виле Котре Где и провел Восемь первых Месяцев Тысяча Семьсот Девяносто Пятого Года Он жил Там безмятежно И счастливо До тех пор Пока Четырнадцатого Вандемьера Четвертого Года Республики Конвент Боявшийся Золотой Молодежи Не вспомнил О военачальнике Пользовавшемся Репутацией Человека Честного И надежного Дюма Немедля Неминуты Сел в карету Но прибыл В Париж С опозданием На день Конвент Уже успели спасти Другие Генералы Якобинцев В их числе И молодой человек С римским Профилем По имени Наполеон Бонапарте Глава вторая Генерал Бонапарт И генерал Дюма Директория Захватила Власть Но популярности Она не приобрела Страна Была разорена Только война Могла придать Этому Балаганному Правительству Какое-то Подобие Престижа Поэтому Директоры Обратились К извечной Мечте Французских Королей Завоеванию Италии Главнокомандующим Итальянской Армии Был назначен Бонапарте Генерал Ван Демьер Мог рассчитывать На признательность Барасса Одного из Директоров Который В свою очередь Тоже был уверен В этом Худощавом Офицере Так как Подкинул В постель Корсиканцу Одну из Своих Бывших Любовниц Креолку Жозефину Богарне Дюма Проведя Несколько Месяцев В Альпийской Армии Перешел В части Бонапарта К этому Времени Офранцузившего Свою Фамилию Выбросив Из нее У Хотя Дюма И его Товарищам Едва Перевалило За 30 Они считали Себя Старыми Служаками И им Казалось Оскорбительным Попасть Под начало Желторотого Юнца 26 лет Отраду Но Сразу же По прибытии Виталию Бонапарт Сумел Умом И авторитетом Подчинить Себе Этих Бравых Вояк Презирая Людей Он Относился Ко всем Безразличия Как к вещам А не Как к существам Себеподобным Деспот По природе Он Окружал Себя Только Людьми Раболепными Он Наделял Славой Лишь Тех Генералов Которым Она Была Не По Плечу Честный Дюма Не Внушал Ему Опасений Поэтому Когда Тот В октябре 1796 Года Прибыл В Милан Бонапарт И в особенности Жозефина Как уроженка Мартиники Любившая Все Что Напоминало Ей О родных Островах Оказали ему Самый теплый Прием К тому же Главнокомандующему Были нужны Такие люди Как Дюма Несмотря на Обильный Урожай Побед Бонапарт Чувствовал Себя Неуверенно Директория Скупилась На деньги И людей Итальянская Армия Была Измотана А Дюма Один Стоил Целого Эскадрона Его Легендарные Подвиги Могут Показаться Невероятными Но тем не менее Они Не вымышлены Испитим Бонапарта Мы узнаем Что генерал Дюма Лично Отбил Шесть Знамен Учисленно Превосходящего Противника Что умело Допросив Шпиона Он выведал Планы Австрийцев Что под Мантуей Он остановил Армию Вурмзера В этом бою Он дважды Менял Подстреленных Под ним Коней Подобно Героям Гомера Героям Итальянской Компании Не были Свободны От чувства Соперничества Время От времени Какой-нибудь Новый Ахилл В трехцветной Перевязи Удалялся В свой Шатер Всякий раз Когда Дюма Почитал себя Обиженным Он грозил Подать В отставку Однако Бонапарт Хорошо знал Что его Легко Умиротворить Поручив Ему Опасное Дело Для этого Богатыря Было Настоящим Счастьем Очутиться Одному В толпе Врагов Победить Их силой И ловкостью И остаться Хозяином Поля Если Бой велся За правое дело Господин Человеколюбец Убивал Не испытывая Угрозений Совести В его Отваге Был какой-то Вызов Да Я цветной Казалось Говорил он Это так Я этим горжусь И в то же время Он стремился Во всем Быть первым Генерал Тибо Служивший С ним Оставил нам Такой Его портрет Под началом Массена Служил еще Один дивизионный Генерал Мулат По фамилии Дюма Человек Весьма Способный И кроме того Один из самых Смелых Самых Сильных И самых Ловких Людей Мною Виденных Он Пользовался Необычайной Популярностью В армии Все только И говорили Что о его Рыцарской Отваге И невероятной Физической Силе И все же Несмотря на его Храбрость И на все Его заслуги Из бедняги Дюма Которого Можно было Назвать Лучшим Солдатом Своего Времени Генерала Не получилось Дюма И вправду Скорее Слыл Хорошим Рубакой Чем Искусным Стратегом Но Бонапарт Нуждался Только В рубаках Стратегию Он Брал На себя Ознакомившись С подлинными Мемуарами Свидетелей Убеждаешься В том Что Знаменитое Дело При Клаузене Отнюдь Не выдумка Генерал У въезда На Бриксенский Мост Действительно Задержал В одиночку Целый эскадрон Мост Был Очень узким И на Дюма Могли наступать Одновременно Не больше Двух Трех Человек Едва Они приближались Он разил Их Одного За другим Сам Он был Трижды Ранен Плащ Его В семи Местах Пробили Пули Но Наступление Врага Он остановил После Такого Подвига Солдаты Готовы Были идти За ним Хоть На край Света Австрийцы Прозвали Его Черным Дьяволом Генерал Жубер Его Другий Начальник Почитал Его Новым Боярдом Но Александр Бертье Офицер Генерального Штаба И правая Рука Бонапарта Относившийся С неприязнью К боевым Генералам Всячески Старался Опорочить Черного Дьявола Перед Главнокомандующим И тот Некоторое Время Отказывался Признать Заслуги Героя И вновь Вскипел Гнев Ахилла Однако После того Как Дюма Совершил Столько Подвигов Бонапарт Сказал Однажды Жуберу Пришлите Ко мне Дюма Дюма Почитавший Себя Обиженным Отказался Идти Французская Революция Наложила Особый Отпечаток На армию И таким Генералам Как Гош Марсо И Дюма Славившимся Своими Республиканскими Симпатиями Чувство Независимости Явно мешало Соблюдать Дисциплину С другой Стороны Дюма У которого Порывистость Как это Характерно Для жителей Антильских Островов Сочеталось С приступами Апатии По временам Охватывало Глубокое Отвращение Ко всему Окружающему И при первой Женеприятности Он с тоской Вспоминал О Вильяко Треи Посылал В штаб Прошение Об отставке К счастью Его адъютант Был на чеку И всегда Прятал Прошение В ящик Когда же Наконец Дюма Явился В штаб Квартиру Бонапарт Встретил его С распростертыми Объятиями Добро пожаловать Тирольской Горацией Коклес Сказал Главнокомандующий Прием Был настолько Лесным Что славный Дюма Не стал Упорствовать В своей Обеде Он тоже Протянул руки И они Братский Обнялись Бонапарт Назначил Дюма Губернатором Провинции Тревизо Дюма Сумел Завоевать Горячую Любовь Население И уезжая Получил Благодарность От муниципалитетов Местро Костельфранко И других Городов За мудрое И мягкое Правление Он вполне Заслужил Чтобы о нем Сказали Как позже О другом Французском Генерале Приехав К нам Врагом Он уезжает Всеми Любимым Другом Бонапарт В это время С триумфом Езжал В Париж После Подпитания Мира С Италией Генерал Дюма Получил Отпуск 20 декабря 1797 Года Он вернулся К своей Семье В Виле Котре Маленький Городок Столь процветавший 10 лет тому назад Пришел В упадок Двор Герцога Орлеанского Давал работу Всему городу Теперь В Виле Котре Больше Не появлялись Знатные Вельможи Со свитой Не приезжали Богатые Путешественники Прекратилась Охота В лесу Гостиница Щит Пустовала Ля Буре На котором Лежало Бремя Забота Дочери И внучки Решил Закрыть Гостиницу Только пожиравшую Его сбережения И жить Скромно На деньги Скупленные За годы Процветания С приездом Взятия Генерала Важной Персоны В армии Республики Возникли Новые Планы На будущее Клод Ля Буре Продал Все движимое Имущество Гостиницы Щит За 1340 Франков Генерал Дюма Со своей Стороны Расстался С пятью Из шести Лошадей Составлявших Его личную Конюшню И выручил За них 980 Ливров И 10 Су В 1798 Году Ля Буре Снял За 300 Ливров В год Скромный Но довольно Просторный Дом В котором С того Времени И жила Вся Семья А между тем В Париже Бонапарт Становился Надеждой Всех Французов Чтобы успокоить Директорию Он объявил Что отныне У него Одна мечта Прогнать Англичан Из Египта А если Удастся То и Из Индии Лишь На Востоке Говорил он Есть еще Территории Достаточно Обширные Чтобы основать Империю Достойную Древних Не будь Бонапарта Директория Никогда Не возымела Бы столь Фантастических Прожектов К тому же Директоры Побаивавшиеся Победителя Видели в этой Затее То преимущество Что она Позволяла Удалить Бонапарта Из Франции 12 апреля 1798 года Бонапарт Стал Главнокомандующим Восточной Армией Он Он Тотчас Призвал К себе Дюма Он Считал Что Дюма Слишком Честен Чтобы Быть По-настоящему Умным Но он Очень Хотел Поручить Этому Генералу Умевшему Как никто Другой Увлечь За собой Солдат Командование Кавалерией В египетском Походе И Дюма Снова Прощается С родными И догоняет Своего Командира В тулоне Бонапарт Принял его Лежа В постели В их Общей С Жозефиной Спальне Жозефина Прикрытая Одной Простыней Плакала Вы только Подумайте Генерал Сказал Бонапарт Она Забрала Себя В голову Сопровождать Нас В египетском Походе Вот Вы Дюма Разве Вы Берете С собой Жену Конечно Нет Я думаю Она Бо Меня Очень Стесняла Если Нам Придется Провести Там Несколько Лет Сказал Бонапарт Мы Пошлем За Женами Дюма Который Делает Одних Девчонок И я Которому И это Не Удается Приложим Все силы Чтобы Сделать По Мальчишке Он Будет Крестным Отцом Моего Сына А я Его И он Ласково Похлопал Жозефину По Округлостям Вырисовывавшимся Под Простыней Жозефина Утешилась Выходя От Бонапарта Дюма Встретил Клебера С которым Был Дружин Кстати Ты не знаешь Для чего Мы туда едем Спросил Дюма Чтобы Дать Франции Новую Колонию Ответил Клебер Ты Ошибаешься Чтобы Дать ей Нового Короля Не Спеши Сказал Клебер Там Видно Будет Вот Ты Увидишь Честный Дюма Был Прав Эта Грандиозная И Бессмысленная Авантюра Была Нужна Только Одному Человеку Для Поднятия Его Собственного Престижа Оказавшись В Египте Полновластным И Бесконтрольным Хозяином Бонапарт Вел Себя Там Как Султан Отношения Новоиспеченного Властителя И Республиканского Генерала За эту Компанию В конец Испортились Дюма Проявил Себя Таким Же Смельчаком Как Всегда Кавалеристы Которых Он Вел Размахивал Саблей Над головой Даже Самые Храбрые Арабы С криком Ангел Смерти В ужасе Кидались В рассыпную Но Вскоре Победоносную Армию Обуяло Уныние Дюма Клеберу Девятого Термидора Шестого Года Наконец-то Мы Прибыли Мой Друг В эти Края Куда Так Стремились Бог Мой Как Не Похожи Они На То Что Рисовалось В воображении Даже Самым Трезвым Людем Не Терпится Узнать Как Ты Себя Чувствуешь И Когда Сможешь Снова Принять Командование Дивизией Которая Сейчас В очень Плохих Руках Мы Все Тебя Очень Ждем Люди У нас Вконец Распустились Я Делаю Все Что В моих Силах Чтобы Хоть Как-то Добиться Порядка Но Ничего Не Получается Солдатам Не Платят Денег Их Не Кормят И Ты Можешь Себе Представить Какое Это Порождает Робот Генералы Не Понимали Целей Войны И Опасались Как бы Бонапарт Не Использовал Их Для Удовлетворения Своего Чистолюбия Как-то В палатке Дюма Где Собралось Несколько Человек Чтобы Полакомиться Арбузами Впервые Прозвучали Вопросы Стоило ли Покидать Францию Ее густые леса И плодородные Равнины Ради Этого Огнедышащего Неба И голых Пустынь Уж Не Империю Или Хочет Основать Бонапарт На Востоке Пристало Старым Солдатом Нацией Патриотом 1792 Года Служить Интересом Одного Человека У каждого Чистолюбца Есть Своя Полиция И Один Из Присутствующих Немедленно Доложил Властителю Об этих Разговорах И С тех пор Главнокомандующий Стал Называть Тирольского Горация Коклеса Не иначе Как Этот Черномазый Генерал Бонапарт Так описывает Своё столкновение С Дюма Дежанету Главному Врачу Египетской Армии Когда я Прибыл В Гизу Мне сообщили Что в армии Есть недовольные И что Многие Генералы Высказались Открыто Они Даже Утверждали Будто Заставят Меня Прекратить Наступление Я Знал Что Дюма Был Одним Из Заводил И Что Мюрат И Лан С ним Заодно Я Приказал Позвать Дюма И сказал Ему Я Знаю Обо Всем И Если Я Верил В то Что Вы Или Ваши Единомышленники Хоть На минуту Всерьез Думали Осуществить Ту Чепуху Которую Вы Забрали Себе В головы Я Немедленно Отдал Бы Приказ Стража Расстрелять Вас У меня На глазах Потом Я Собрал Бо Моих Гренадеров Чтобы Вас Осудить Я Покрыл Бо Позором Ваши Имена Тут Дюма Заплакал Я Понял Что Он Добрый Малый И Действовал По Чужому Наущению Впрочем Он Никогда Не Отличался Особым Умом К тому же Я Давно Забыл Все Это Сын Генерала Дюма В своих Мемуарах Тоже Рассказывает Об этом Случае По его Версии Бонапарт Якобы Сказал Дюма Генерал Вы пытались Деморализовать Армию Вы Произносили Бунтарские Речи Смотрите Как бы Мне не Пришлось Выполнить Свой Долг Ваш Высокий Рост Не Помешает Мне Расстрелять Вас Через Два Часа Александр Дюма Утверждает Что Отец Его Смело Ответил Да Я Говорил Что Ради Чести И Славы Моей Родины Я Согласен Обойти Весь Земной Шар Но Если Бы Речь Шла Об Удовлетворении Ваших Прихотей Я И Шагу Не Сделал Бы Значит Вы Не Дорожите Мною И Готовы Меня Покинуть Да Как Только Я Уверю Что Вы Не Дорожите Францией Вы Ошибаетесь Дюма Разговор Этот Не Так Уж Неправдоподобен Дюма Был Храбр А Бонапарт В Хорошем Настроении Снисходителен После Этого Дюма Продолжал Вести Себя Героически Он Подавил Восстание В Каире Первым Вошел В Великую Мечеть И Отослал Захваченные Сокровища Бонапарту Дюма Бонапарту Гражданин Генерал Как Леопард Не Может Сменить Шкуры Так И Честный Человек Не Может Изменить Своей Совести Посылаю Вам Только Что Захваченные Мною Сокровища Оцененные В Два Миллиона Если Я Буду Убит Или Умру От Тоски Вспомните Что Я Беден И Что Я Оставил Во Франции Жену И Ребенка С Братским Приветом Но Красавца Мулата Охватила Ностальгия Столь Частая У Креолов Он Попросил Разрешения Вернуться Во Францию Сделать Это Было Нелегко На Средиземном Море Хозяйничали Англичане Бонапарт Который Был Не Прочь Избавиться От Недовольного Генерала Разрешил Дюма Уехать Но Даже Если Бо Он И Хотел Предоставить Ему Корабль Он Все Равно Не Смог Бы Этого Сделать В Конце Концов Дюма Все же Зафрахтовал Маленькая Суденышка Бель Мальтез И С Несколькими Товарищами Вышел В Море Капитан Обещал Доставить Их Во Францию Но Оказалось Что Бель Мальтез Не Годится Для Плавания В Открытом Море И Когда Стало Собираться Буря Путешественникам Пришлось Укрыться В Ближайшей Бухте Это Был Порт Принадлежавший Неаполитанскому Королевству Бедный Дюма До которого В Египте Не доходили Новости Из Европы В своем Неведении Полагал Что Портенопейская Республика Основанная На заре Французской Революции Неаполитанскими Патриотами Продолжает Существовать И примет Его С большим Почетом На самом же деле После Абукирской Катастрофы Англичане И австрийцы Содействовали Реставрации Бурбонов В Неаполе В Торренте Республиканский Генерал Попал в руки Правительства Авантюристов Которое Призывало Вести Против Франции Негласную Войну Прибегая К отравлениям И убийствам Вскоре Генерала Перевели В Бриндизи И тут Он понял Что его Жизнь В опасности На следующий День После моего Приезда В замок Бриндизи Когда я Прилег Отдохнуть Через прутья Зарешоченного Окна Ко мне В комнату Влетел Большой Пакет И упал На пол В нем Было Два тома Книги Тессо Под названием Сельский Врач Записка Вложенная Между страницами Гласила От патриотов Калабрии Смотри Слово Яд Я Отискал Это слово В тексте Оно Было Дважды Подчеркнуто Я Понял Что Мне Грозит Опасность Прошло Несколько Дней Тюремный Врач Посоветовал Мне Есть Бисквиты Размоченные В вине И Вызвался Мне их Прислать Через Десять Минут После его Ухода Принесли Обещанные Бисквиты Я точно Выполнил Его Предписание Но К двум Часам Пополудни У меня Начались Такие Сильные Спазмы В желудке И рвота Что я Не смог Обедать Приступы Боли Все усиливались И я Лишь Чудом Не отправился На тот Свет Характер Спазм И рвоты Свидетельствовал Об отравлении Мышьяком Как следствие Отравления Я сильно Оглох Полностью Ослеп На один Глаз И Меня Разбил Паралич Эти симптомы Одрехления Появились У меня В Тридцать Три Года И девять Месяцев А это Явно Доказывает Что в Мой Организм Ввели Какой-то Яд В конце Концов 5 апреля 1801 Генерала Дюма По случаю Перемирия Обменяли На знаменитого Австрийского Генерала Мака Он Вышел Из тюрьмы Изувеченным Полупарализованным С язвой Желудка Тюрьма Превратила Атлета В калеку Много воды Утекло За время Его заключения Бонапарт Разогнал Советы Сверг Директорию Одержал Виталий Победу При Моренго И отправил Мюрата Освобождать Рим И Неаполь Во Флоренции Дюма Вновь Встретился С Мюратом Своим верным Другом И товарищем По оружию Прославленные Кавалеристы Бок о бок Сражались В Италии И Египте Мюрат Как и Дюма Сердечный Человек И истинный Рыцарь С готовностью Протянул руку Помощи Поверженному Судьбой Герою И хотя он Теперь был Деверем Первого Консула Чью младшую Сестру Каролину Пленили Его храбрость Любовь И красота Мюрат Забыл О злопамятстве Бонапарта И сделал Для своего друга Все что мог Благодаря ему Дюма Удалось послать Из Флоренции Курьера В Виле Котре Дивизионный Генерал Дюма Гражданки Дюма Флоренция Восьмого Флореаля Девятого Года Республики Всего час назад Моя любимая Я встретился С нашим Достойным Другом Мюратом Из-за своего Доброго Отношения К тебе Он стал Мне самым Дорогим Другом И я до конца Дней своих Не устану Выказывать Ему Благодарность Я отправлю Отсюда Как я тебе Уже писал Памятную Записку Консул С перечнем Тех ужасов Которых Я натерпелся По вине Презренного Неаполитанского Правительства Я не хочу Описывать Это в подробностях Потому что Не должен Огорчать тебя Ты и без того Достаточно Истерзан Долгими Лишениями Надеюсь Что через месяц Я смогу Наконец Пролить Бальзам Утешения На твою Удивительную Душу Я видел Все твои Письма Генералу Мюрату И Бомону И то письмо В котором Моя обожаемая Эме Пишет О своей Красивой Маменьке Я покрыл Его тысячью Поцелуев Так же Как и те строки Которые ты Приписала Не могу Выразить Насколько Я тебе благодарен За то Что ты Столь же Горячо Привязана К девочке Как и я О чем Свидетельствует Твоя забота Об ее воспитании Благодаря Такому поведению Поистине Достойному Тебя Ты стала Мне еще Дороже И я Не дождусь Часа Когда смогу Выразить Тебе Свои чувства До свидания Моя возлюбленная Жена Отныне Тебе будет Принадлежать Еще большее Место В моем Сердце Потому что Пережитые Нами Несчастья Лишь Укрепили Связывающие Нас Узы Поцелуй Наше Дитя Дорогих Родителей А также Всех Наших Друзей Безгранично Преданный Тебе Александр Дюма Дивизионный Генерал Генерал Был столь Любезен Что Поручил Своей Супруге Передать Тебе Пятьдесят Луидоров Ты сможешь Послать За ними Сразу же По получении Письма С супругой Этой Была Каролина Бонапарт Бедный Дюма Не подозревал Еще Ни о своей Опале Ни о той Пропасти Которая Отделяла Семью Ставшую Самодержавной От тех Что пять Лет назад Были ей Равны Орфография Письма Сомнительная Пунктуация Ужасная Но стиль Очарователен И напоминает Нам письма Генерала Гюго Эти солдаты Надолго Оторванные От своих Семей Проникались К ним Самой Трогательной Любовью Жены Дети Становились Для них Тем дороже Чем более Недосягаемы Они были А Дюма И полюбила Персоне Главному Семей Семей которого я стал в неаполитанской тюрьме, настолько подорвало мое здоровье, что к 36 годам на меня обрушились болезни, которыми обычно страдают лишь люди преклонных лет. Меня постигло еще другое горе генерал-консул, и должен признаться, для меня оно гораздо ужаснее тех бед, на которые я вам уже жаловался. Военный министр в письме от 29-го фруктидора прошлого года известил меня, что мое имя попало в список генералов запаса. Сами посудите, каково мне в мои годы с моим именем быть вот так одним рощерком пера, сброшенным со счетов. Я старше всех генералов одного со мной звания, и вот уже офицеры моложе меня получают назначение, а я, я обречен на бездействие. Я взываю к вашему сердцу, генерал-консул, да внемлет оно моим жалобам. Позвольте мне надеяться, что вы сами соблаговолите защитить меня от врагов, которых я, возможно, нажил себе. Ответа не последовало. Он попытался найти поддержку у начальника генерального штаба Леопольда Бертье, брата своего старого врага по итальянскому походу, и пригласил его поохотиться в живописных окрестностях Вильля Котре. Бертье приехал, увез дичь и прислал благодарственное письмо. Леопольд Бертье, бригадный генерал, начальник генерального штаба генералу Дюма, седьмой дополнительный день десятого года. Мы доехали благополучно, дорогой генерал, и сожалеем лишь о том, что не смогли подольше остаться с вами, чтобы засвидетельствовать вам, как глубоко мы были тронуты тем радушиями дружбой, с коими вы нас принимали. Было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы приехали на несколько дней в мою деревушку в Шампиньоле. Мой адъютант, постоянно находящийся в Париже, привез бы вас. Не забудьте только отослать собаку накануне. Я заверяю вас, что вы у нас не соскучитесь. Помните, что вы мне обещали приехать, и что вы не можете нарушить данное слово. Я надеюсь увидеть вас в первые дни в Андемьера, потому что в дни сбора винограда наша равнина прекрасна, как никогда. Непременно приезжайте, дорогой генерал, и предоставьте мне возможность оказать вам столь же радушный прием, каким вы почтили меня. Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей супруги, с дружеским приветом. В конце письма теперь расписывались не в республиканском братстве, а в воинской дружбе. Но Бертье был из тех людей, для которых соображение карьеры выше всякой дружбы, и уж он никак не стал бы противиться решению первого консула. 24 июля 1802 года в доме на улице Лормеле Мария Луиза произвела на свет сына, которого записали под именем Александра Дюма. Позже, в 1831 году, в акты гражданского состояния внесли поправку. К фамилии Дюма прибавили Дави Делепаи-3. Генерал попросил своего старого товарища генерала Брюна быть крестным отцом ребенка. Дюма Брюну, 6-го Тормидора, 10-го года. Мой дорогой Брюн, с радостью сообщаю тебе, что вчера утром моя жена разрешилась от бремени большим мальчишкой. Он весит 9 фунтов и в нем 18 вершков. Так что, если он будет так же быстро расти снаружи, как рос внутри, похоже, что он не подкачает. Да, кстати, хочу тебя предупредить, я рассчитываю, что ты будешь крестным отцом. Моя старшая дочь, которая посылает тебе нежный привет и воздушный поцелуй, будет тебе кумой. Приезжай поскорей, хоть новорожденный и не выказывает желания покинуть этот мир. Приезжай поскорей, потому что я уже давным-давно тебя не видел и очень хочу с тобой повидаться. Александр Дюма. Постскриптум. Я распечатал письмо, чтобы сообщить тебе, что Азарник только что пустил струю выше головы. Неплохое предзнаменование, а? Брюн Дюма. 10-го Тормидора, 10-го года. Суеверие не позволяет мне исполнить твою просьбу. Я пять раз был крестным отцом, и все мои пять маленьких крестников умерли. Когда скончался последний, я дал себе клятву никогда больше не крестить детей. Посылаю гостинцы малютки крестной и ее матушки. На самом деле Брюн, всецело сочувствуя старому товарищу по оружию, попавшему в опалу, все же боялся возбудить недовольство властителя. Дюма настаивал, и они в конце концов пришли к компромиссу. Брюн будет крестным отцом, но передаст свои полномочия деду Лабуре, который за него поддержит внука над купелью. Генерал отдал свою дочь Эмэ в парижский пансион. Он страстно привязался к красавцу сыну, белокожему и голубоглазому, в котором лишь курчавые волосы выдавали, что он на одну четверть африканец. Ребенок, как только начал что-то понимать, горячо полюбил добряка отца. Он восхищался его феноменальной физической силой, которую отец сохранил, несмотря на болезни, блестящим шитьем мундира, ружьем с серебряной насечкой и подушечкой из зеленого Софьяна на прикладе. Семья перебралась в маленький замок Лефос, находившийся в деревушке Арамон, неподалеку от Вилле-Котре. Жили по-прежнему на широкую ногу. Генерал оставил у себя в услужении садовника, кухарку, сторожа и личного лакея негра по имени Ипполит. В 1805 году Дюма, понимая, что здоровье его с каждым днем ухудшается, решил поехать в Париж показаться великому Карвизару. Он взял с собой жену и сына, которых хотел представить своим друзьям. Он чувствовал, что смерть его близка и хотел, чтобы у мальчика остались влиятельные покровители. У Мюрата и Брюна достало смелости принять приглашение на завтрак. Брюн был при этом сердечен, Мюрат холоден. Год назад была основана империя. Между новыми сановниками-маршалами, которые на глазах становились принцами или королями, и изувеченными в боях ветеранами революции, не было уже ничего общего, кроме обременительных воспоминаний. Но маленький Александр на всю жизнь запомнил, как он в шляпе Мюрата скакал вокруг стола верхом на сабле Брюна. Генерал Дюма попросил аудиенцию у императора и получил отказ. Карвизар не смог облегчить его страданий, и Дюма покинул Париж со смертью в душе и теле. Может быть, стесненные средства, а может быть, желание переехать поближе к врачам, заставило семью вернуться в Виле-Кутре. Дюма поселились в гостинице Шпага вместе с дедом Лабуре, который тоже съехал с насиженного места. О последних месяцах жизни своего отца маленький Александр сохранил очаровательные воспоминания. Ребенок хорошо запомнил октябрьский день 1805 года, проведенный в соседнем замке, обтянутой кашемиром бодуар, красивую молодую женщину, раскинувшуюся на софе. Это была Полина Бонапарт, княгиня Боргезе, разведенная со своим мужем. Когда отец вошел, рассказывает Дюма, она не встала с софы, она протянула ему руку и подняла голову, вот и все. Отец хотел было сесть рядом на стул, но она усадила его на софу и, положив ножки ему на колени, кончиком туфельки играла пуговицами его мундира. Это ножка, это ручка, это прелестная женщина, белокожая и пухленькая, рядом с темнокожим Геркулесом, все еще могучим и красивым, несмотря на свои болезни. Все это создало самую очаровательную из всех картин, какие только можно себе представить. Внезапно до нас донесся звук рожка, раздававшийся где-то в парке. Охота приближается, сказал отец. Зверя погонят по этой аллее, давайте посмотрим на него, княгиня. Не стоит, дорогой генерал, ответила она. Мне здесь хорошо, и я не тронусь с места, ходьба меня утомляет, но если уж вам так хочется, можете поднести меня к окну. Отец взял ее на руки, как кормилица берет ребенка, и поднес к окну. Он держал ее там минут десять, затем уложил на софу и снова занял свое место подле нее. Что происходило потом за моей спиной, я не знаю. Я был целиком поглощен оленем, промчавшимся по дорожке парка охотниками и собаками. Все это было для меня тогда гораздо интереснее, чем княгиня. В 1806 году Жан-Мишель де Виолен, кузен Лабуре, который остался полновластным хозяином лесов и распоряжался имперскими владениями, точно так же, как когда-то управлял ими при герцоге Орлеанском, умершем на Эшафоте, пришел к генералу Дюма с сообщением, что Бортье выхлопотал для него постоянное разрешение на охоту. Так сильные мира сего отделываются мелкими благодеяниями от тех угрызений совести, которые испытывают, совершив большую несправедливость. И генералу захотелось еще раз сесть в седло и пуститься вскачь по лесам Вилля-Котре, но болезнь победила победителя. Однажды, когда он возвратился с верховой прогулки, ему пришлось лечь в постель. Он впал в глубокое отчаяние и на какое-то мгновение потерял самообладание. Неужели генерал, — воскликнул он, — который в 35 лет командовал тремя армиями, должен в сорок умирать в постели как трус. О, Боже, Боже, чем я прогневил тебя, что ты обрек меня таким молодым покинуть жену и детей? Он призвал священника, исповедовался, а потом, повернувшись к жене, испустил последний вздох у нее на руках в тот миг, когда часы пробили полночь. Маленького Александра заранее увезли из дому к двоюродной сестре его матери. Вечером он заснул, но в полночь обоих и женщину, и ребенка разбудил громкий стук в дверь. Малыш, нисколько не испугавшись, кинулся к двери. — Куда ты, Александр? — закричала хозяйка. — Разве ты не видишь? Я хочу открыть папе, он пришел проститься с нами. Она снова уложила малыша в постель, и он заснул. На следующий день она сказала, — Мой бедный мальчик, твой папа, который тебя так любил, умер. — Умер? Что это значит? — Это значит, что ты его больше не увидишь. — А почему я его больше не увижу? — Потому что Господь Бог взял его к себе. — А где живет Господь Бог? — На небе. Маленький Александр смолчал, но в первый же удобный момент кинулся домой. Он вошел никем незамеченный и направился прямо в комнату, где висело ружье отца, и, взяв его, стал карабкаться вверх по лестнице. На площадке он столкнулся с матерью, которая вся в слезах выходила из комнаты покойного. — Ты куда? — спросила она его. — На небо. — А что ты хочешь там делать, мой бедный мальчик? — Я убью Господа Бога, который убил папу. Она взяла его на руки и чуть не задушила в объятиях. — Не говори таких слов, Мой маленькой! — воскликнула она. — Мы и без того достаточно несчастны. Глава третья. Детство, проведенное среди лесов, в праздности и на свободе. Они в самом деле были очень несчастны. Генерал не оставил им никакого наследства. Семье нечего было ждать от императора, который упорно отказывал в аудиенции жене бунтаря. Товарищи Дюма по оружию, Брюн, Ожеро, Лан напомнили императору о подвигах генерала Дюма. — Я запрещаю вам раз и навсегда, сухо сказал Наполеон I, упоминать в моем присутствии имя этого человека. Добиться для маленького Александра стипендии в лицее или военной школе оказалось невозможным. Наполеон не отличался великодушием Октавиана Августа. Жан-Мишель де Виавлен, инспектор лесов, родственник и покровитель семьи Дюма, написал генералу Пиллю, графу империи, который состоял с ним в родстве, и в бытность свою генеральным комиссаром революционной армии слыхал о героизме Дюма, чтобы сообщить о кончине доблестного и несчастного генерала. Он отошел в лучший мир вчера в 11 часов вечера в Виле-Котре, куда вернулся, чтобы находиться под наблюдением врачей. Его унесла в могилу болезнь, явившаяся следствием тяжких испытаний, перенесенных им в неаполитанской тюрьме по возвращении из Египта. Оказавшись в запасе, тяжело больной, он не переставал молить Бога о победе французского оружия. Воистину трогательно было слышать, как за несколько часов до смерти он говорил, что ему хотелось бы быть похороненным на поле Аустерлица. Девиолен просил назначить пенсию вдове и сиротам, которых генерал оставил без всяких средств к существованию, так как долгая болезнь поглотила те скудные сбережения, которые у него были. Он получил от Пилля ответ отрицательный, хотя и скрашенный вполне официальным выражением соболезнования. Все хлопоты оказались напрасными, и старикам Ля Буре снова пришлось взять на себя заботу о дочерей и внуках. Маленький Александр был сообразительным, но непоседливым ребенком. Мать и сестра научили его читать и писать, но в арифметике он никогда не смог пойти дальше умножения. Зато он еще в раннем возрасте выработал почерк военного писаря, четкой, аккуратной, щедро украшенной завитушками. Графолог наверняка увидел бы в этом свидетельство тщеславия. Впрочем, мальчик и впрямь любил похвастаться. Едва он прочел Библию, Бифона и трактат по мифологии, принадлежащий перу его земляка Демутье, как решил, что знает все на свете, и сопломбом вмешивался в разговоры взрослых, делая им замечания серьезным наставительным тоном, за что, к своему великому изумлению, гораздо чаще получал пинки взад, чем похвалы. Мать, беспокоясь о его будущем, попыталась было учить его музыке, но оказалось, что у него самый фальшивый голос, какой только можно себе представить. Зато он научился танцевать, фехтовать, а немного позже и стрелять, и делал все это отлично. В десять лет он увлекся физическими упражнениями и мечтал лишь о саблях, шпагах, ружьях и пистолетах. Главным в его жизни была не семья, а лес. Вокруг Вилля-Котре были огромные леса, и все местные сорванцы бегали туда охотиться, ставить телки, играть в дикарей и дружить с браконьерами. Дюма была десять лет, когда один из его родственников, аббат Консей, умер, завещав ему стипендию в семинарии при условии, что он примет духовный сан. Бедная мать, не знавшая, куда его определить, ухватилась за эту возможность и умоляла сына пойти в семинарию хотя бы для пробы. Он поначалу согласился и получил от нее двенадцать су на чернильницу, такую, как у семинаристов. На эти деньги он купил хлеба, колбасы и отправился на три дня в лес охотиться на птиц. На четвертый день он вернулся домой. Блудным сыновьям обычно оказывают самый горячий прием. И мать, изрядно натерпевшаяся страху, обняла его, расцеловала, пообещала никогда больше не упоминать о семинарии и послала в местный коллеж Аббата Григуара. Святой отец вскоре понял, что хотя Дюма и сердечный мальчик, непомерная гордыня мешает ему проявлять добрые чувства. Александр был тщеславен, часто дерзил. Он мало чему научился. Усвоил начатки латыни, начатки грамматики, да еще усовершенствовал свой почерк, приделывая к буквам всевозможные рощерки, сердечки и розочки. Это производило впечатление грандиозное и отвратительное. Что касается молитв, то тут он, как и в арифметических действиях, не пошел дальше первых трех. Отче наш, Богородица Дева, радуйся и верую. По своим наклонностям он оставался тем же лесным бродягой, дикарем и сорванцом, которого волновали все звуки, пробуждающиеся в лесу с наступлением ночи. Мать его, превосходная женщина, работящая и робкая, узнавала своего обожаемого мужа в этом рослом мальчике с африканской наружностью, мускулистым и сильным, которому в десять лет давали не меньше тринадцати-четырнадцати. Находясь полностью под его влиянием, она позволяла ему делать все, что взбредет в голову. Впрочем, ей не пришлось одной воспитывать этого славного и необузданного дикаря. Верные друзья не бросили ее в беде. На специалистах, в отличие от политических деятелей, не отражаются смены режимов. И де Виолян, хоть он и служил империи, при бурбонах остался на том же посту инспектора лесов. Пост этот придавал ему огромный авторитет в глазах юного Александра. Вспыльчивый и ворчливый, но по сути своей добрейший человек, он казался мальчику королем деревьев и императором листьев. Опекуном Александра генерал Дюма назначил другого их соседа, Жака Коллара, человека приветливого и веселого. Жена его была незаконно рожденной дочерью герцога Орлеанского, Филиппа Эгалите, и госпожи де Жанлис. Рассказы госпожи Коллара знакомили маленького Дюма с эпохой старого режима, так же, как рассказы матери с эпохой империи. То была грандиозная и небывалая эпоха. Через Вилле-Котре проходили вражеские войска, и маленький Дюма во время французской кампании видел, как проехал русский император, за которым следовали казаки. Заслышав топот конницы, женщины укрылись в погребе, но ребенок, уцепившись за оконную задвижку, не дал себя увести и следил за боями. Несмотря на жестокость императора по отношению к семье Дюма, мать и сын слыли в городе бонапартистами. Вилле-Котре оставался верен монархии. После реставрации мальчишки толпами приходили под окна вдовы и кричали «Да здравствует король!» Но Дюма оставались верны мундиру генерала и в глубине души республики. В 1815 году, когда Наполеон ждал своего часа на острове Эльба, два генерала-братья Лальманы, участвовавшие в заговоре против Людовика XVIII, были арестованы полицией в Вилле-Котре и освистаны населением роялистски настроенного городка. Госпожа Дюма была возмущена оскорблением, нанесенным Эполетом, который когда-то носил ее муж. «Послушай, мой мальчик», — сказала она сыну, — «мы сейчас совершим поступок, который может нас жестоко скомпрометировать, но в память о твоем отце мы обязаны сделать это». Она повезла сына в Суассон, где содержались в заключении Франсуа и Анри Лальманы, и велела 12-летнему ребенку передать им золото и пистолеты. Он храбро выполнил свою миссию. Но братья, знавшие, что император, только что высадившийся во Франции, спасет их, отказались от денег и оружия. Однако маленького Дюма это приключение утвердило в уважении к себе, в любви ко всему романтическому и в оброжденном стремлении играть роль вершителя правосудия. Во время ста дней Наполеон дважды проезжал через Вилле-Котре, первый раз направляясь на север, где он должен был соединиться с армией, второй раз после Ватерлоо больной, безучастный ко всему окружающим, со склоненной на плечо головой. Он открывал шествие разбитой великой армии. Зрелище чудовищное, величественное и настолько ужасное, что оно казалось возвышенным. Раненые солдаты, кое-как перевязанные, лежа в телегах, размахивали окровавленными лохмотьями и кричали «Да здравствует император!». Потом пришла печальная весть. Самый верный из друзей генерала Дюма, маршал Брюн, был убит в Авеньоне. Под агреческой старик, король Людовик XVIII вернулся из Гента в обозе чужеземных завоевателей. Смена режима поставила семью перед проблемой. «Не следует ли Александру, как предлагала ему мать, принять фамилию, на которую он имел право? Дави де ля паи три. Ведь титул маркиза при реставрации открыл бы перед ним все двери». «Меня зовут Дюма», — гордо ответил молодой Александр. «И другого имени я не желаю. Да и что сказал бы мой отец, если бы я отрекся от него и стал носить фамилию деда, которого я не знал?» «Мать просияла». «Ты действительно так думаешь?» — спросила она. «Но ведь и ты со мной согласна, не так ли, матушка?» «Увы, да. Но что станется с нами?» Генеральша Дюма получила патент на торговлю табаком и сняла лавочку у местного Медника по фамилии Лафарш. Однажды к Меднику приехал погостить его сын Огюст Лафарш, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса. Он носил карик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги. Его цепочка для часов была увешана брелоками. Маленький Дюма был ослеплен этим великолепием. Он попытался сблизиться с главным клерком, и тот благосклонно отнесся к Александру. Лафарш доставляло удовольствие рассказывать умному мальчику о Париже, о литературной жизни, о театрах. Он даже показал ему собственные эпиграммы в стихах. Дюма увидел в поэзии путь к славе, возможность заставить говорить о себе, о которой он до сих пор и не подозревал, и стал умолять Аббата Григуара научить его писать французские стихи. — С удовольствием, — сказал Аббат, — но через неделю тебе это наскучит так же, как и все прочее. Аббат хорошо знал своего ученика. К концу недели Александр был по горло сыт стихами. Корнель и Рассин нагоняли на него смертную тоску. Сын генерала Дюма, как и все его поколение, слышал слишком много волнующих рассказов, чтобы довольствоваться анализом чувств. Ему нужны были действия, пусть даже бессмысленные, но действия. Однако юноша не может прожить одной охотой. Настало время подыскать Александру занятия. Госпожа Дюма обратилась к нотариусу Вилле Котре Метру Меннесону, тоже республиканцу, и попросила его взять Александра младшим клерком. Юному дикарю не хотелось расставаться со свободой, Но тут он вспомнил о роскошном главном клерке, о его корике с 36 пелеринами, о золотой цепочке, и утешился. Что ж, если служба у нотариуса обеспечит ему карьеру, доход и достаточно свободного времени для охоты, он готов поступить к нотариусу. В начале ему там было неплохо. Его посылали со всевозможными поручениями, чаще всего он развозил документы на подпись окрестным крестьянам. Великолепная возможность совершать верховые прогулки, а иногда и пострелять в лесу. Глава четвертая. Счастливое отрочество. Пробуждение чувств. Увлечение драмой. Жизнь его. Самое увлекательное из всех его произведений. И самый интересный роман, который он нам оставил. Это история его приключений. Брюнетьер. Весна 1818 года. Александру Дюма 16 лет. Это пора, когда пробуждаются желания, когда мальчики, дотоли презиравшие девочек, начинают искать их общество, когда по запрещенным книгам учатся вещам запретным и поэтому столь сладостным. Среди книг, оставшихся от деда, юный Дюма нашел похождение шевалье де Фаблаза. Шевалье, переодетый женщиной, одерживает одну победу за другой. «Я буду вторым Фаблазом», — решил тщеславный Дюма. «Но для того, чтобы соблазнять», — говорил ему Лафарж, «нужно быть элегантным». Возможность блеснуть вскоре представилась. Бал в духа в день. Праздник, отмечавшийся в Виле-Котре с большой пышностью. На балу должны были присутствовать приезжие барышни, племянница аббата Григуара Лоранс и ее подруга-испанка Виктория. Передавали, что им по двадцать лет и что они прихорошенькие. Александр перерыл гардероб покойного деда Ля Буре. Там он нашел переложенные комфорой и нардом наряды времен старого режима, парчевые камзолы, сшитые золотом красные жилеты, нанковые панталоны. Он запрыгал от радости и, облачившись в сюртук василькового цвета, решил, что он неотразим. На самом же деле, наряд его выглядел старомодно и нелепо, но откуда бедному мальчику было знать об этом? С гордым видом он подал руку белокурый Лоранс, острый на язык парижанке. Виктория, ее подруга, высокогрудая и пышнобедрая, типичная андалуска, казалось, вышла из испанской комедии. Он заметил, что, взглянув на него, девушки обменялись улыбками, и кровь бросилась ему в лицо. Однако, когда начали станции, ему удалось взять реванш. Изумленные подруги признали, что маленький провинциал отлично справляется со сложнейшими антроша. Виктория нашла даже, что он очень неглуп. Оркестр грянул вальс. «Да вы прекрасно вальсируете», сказала она с удивлением. «Ваше мнение мне тем более лестно, что до сих пор я вальсировал только со стульями. Как это со стульями? Видите ли, аббат Григуар запретил мне танцевать с женщинами, и поэтому учитель танцев на уроках совал мне в руки стул». Виктория засмеялась. В тот вечер он впервые ощутил на лице москающее прикосновение женских локонов, впервые проник взглядом за низкие вырезы корсажей, впервые любовался обнаженными плечами. Он испустил вздох, трепетный и счастливый. «Что с вами?» спросил Виктория. «Ничего. Просто мне гораздо приятнее танцевать с вами, чем со стулом». От неожиданности она опустилась в кресло. «Ах, какой он смешной, этот молодой человек», сказала она Лоранс. «Нет, он просто очарователен». Из этого приключения Александр вышел немного обиженным на хорошеньких девушек, которые обошлись с ним, как с забавной игрушкой, и безумно влюбленным. Но влюбленным не в какую-нибудь определенную женщину, а влюбленным в любовь, или, вернее, в удовольствие. И хотя парижанки слегка посмеялись над ним, он получил от них урок, который могут дать лишь женщины. Они помогли ему понять, что он хорошо сложен и не дурен, но что эти врожденные качества следует подчеркнуть тщательным уходом за собой и элегантным нарядом. Словом, они помогли ему перейти границу, отделяющую детство от юности. Он собирался испытать свои чары на девицах из Вилля Котре, а они, бог-свидетель, могли вскружить голову. Во всех трех сословиях, на которые делилось общество городка, аристократия, буржуазия и простонародье, подрастало очаровательное поколение. Какое наслаждение было смотреть на девушек, когда в воскресный день, а не надев весеннее платье, с розовыми и голубыми поясками и маленькие шляпки собственного изготовления, бегали и извились, смыкая и размыкая длинную цепь обнаженных округлых ручек. Вскоре для Дюма наступила очень приятная жизнь. С девяти до четырех он переписывал документы в нотариальной конторе, потом обедал с матерью, а к восьми часам летом и к шести зимой молодежь собиралась на лугу или в доме у одной из барышень. Образовывались парочки, украдкой пожимались руки, тянулись друг к другу губы. В десять часов каждый кавалер провожал свою избранницу. На скамеечке перед домом они проводили вместе еще час. Блаженство их лишь время от времени прерывал ворчливый голос, призывавший девушку в дом, на что она, прежде чем повиноваться, кричала раз десять «Иду, мама!» «О, Маргарита!» «О, Геотте!» Свою первую любовь Александр Дюма отдал не девицам Коляр, удачно вышедшим замуж за сыновей соседних помещиков, и не девицам Девиолен, но девушки из другой среды, промежуточной между буржуазией и простонародьем, которую составляли городские портнихи, белошвейки и торговки кружевами. Дюма встретил двух очаровательных девушек, блондинку и брюнетку, которые всюду появлялись вместе, будто каждая из них старалась оттенить красоту подруги. Блондинка Адель Дальвен, которую он, чтобы не скомпрометировать ее, в первом издании мемуаров назвал Аглаей, была скорее веселой, нежели задумчивой, миниатюрной, нежели высокой и пухленькой, нежели стройной. Любить ее было легко и сладостно, добиться ответной любви очень трудно. Ее родители были старые добрые земледельцы, люди честные, но простые, и можно только удивляться, что в этом прозаическом семействе появился столь свежий и благоуханный цветок. В Велико Тре все молодые девушки пользовались полной свободой. В нашем городке, я писал Дима, существовал обычай скорее английской, нежели французской. Молодые люди разного пола могли открыто посещать друг друга, чего я не видел ни в одном городе Франции. Свобода эта казалась тем более удивительной, что родители молодых девиц были людьми крайне добропорядочными и в глубине души твердо верили, что все ладьи, плывущие по реке нежности, оснащены парусами непорочной белизны и оббиты флердоранжем. На самом же деле родители плохо знали человеческую натуру и в своем оптимизме доходили до безрассудства. После года сладостной борьбы, когда юношеская любовь предъявляет свои требования, не утомляясь постоянными отказами, когда одна за другой завоевываются маленькие привилегии, каждая из которых в тот момент, когда ее даруют, наполняет душу радостью, Адель получила у матери разрешение спать в садовой беседке. И однажды дверь беседки, уже в течение года неумолимо захлопывавшаяся за юным Дюма, ровно в одиннадцать часов, в половине двенадцатого тихонько отворилась вновь. За дверью его встретили ласковые объятия, сердце бьющееся у его сердца, пламенные вздохи и безудержные рыдания. Этой ночью Александр познал свою первую любовь. Безоблачная идиллия продолжалась два года. По воскресеньям молодежь в Атага отправлялась на деревенские праздники. Во время одного из праздников Дюма, отставший от товарищей, чтобы навестить знакомого фермера, встретил у поворота дороги молодую даму, которую хорошо знал. Каролина Куллар, ставшая несколько лет тому назад баронессой Каппель, гуляла в сопровождении незнакомца, похожего на немецкого студента. Этот высокий, худощавый юноша с темными, коротко остриженными волосами, прекрасными глазами, большим, четко вылепленным носом и небрежной аристократической походкой оказался виконтом Адольфом Риббингом Делевеном, сыном графа Адольфа Луи Риббинга Делевена, шведского вельможи, прославившегося своим участием в убийстве короля Густава III. Графу Делевену, прозванному прекрасным цареубийцей, пришлось эмигрировать и жить сначала в Швейцарии, потом во Франции, где он и сблизился с Колярами. С тех пор, как любовь связала Дюма с девушкой из другого круга, он редко виделся с семьей своего опекуна. Госпожа Каппель была очень приветлива, сказала, что он непременно должен подружиться с Адольфом Делевеном, который почти одних с ним лет, и пригласила его погостить три дня в замке Вилле-Алон, где жили колары. Там он узнал, что Адольф Делевен пишет стихи и даже посылает молодым девицам Элегии собственного сочинения. Это вызвало у Дюма глубокое восхищение. Главный клерк Ляфарж открыл ему глаза, рассказав, какую славу приносят занятия поэзией. Дюма получил теперь этому новое подтверждение, которое произвело на него сильнейшее впечатление. Дюмин вскоре возвратился в Париж, но его место занял другой приятель. Гусарского офицера Амнедея Де Ля Понса в Велико-Тре привела, вероятно, любовь, потому что он вскоре там женился. Этот образованный офицер принял участие в Дюма и однажды сказал, поверьте мне, мой мальчик, в жизни существует не только охота и любовь, но и труд. Научитесь работать, и вы научитесь быть счастливым. «Работать?» Это было нечто совершенно новое для юного Дюма. Амнедея Де Ля Понс, знавший немецкой и итальянской, предложил обучить его этим языкам. Они перевели вместе прекрасный роман Уга Фолскала. Офицер открыл для молодого клерка Вертера Гёте и Ленору Бюргера. Здесь важно рассказать о характере Дюма, который сформировали одновременно и наследственность и воспитание. Своему отцу Александр обязан физической силой, великодушием, богатым воображением и честолюбием. Как и вся молодежь его поколения, духовными вождями, которые были солдаты империи, он был напичкан рассказами о всевозможных приключениях, небывалых и кровопролитных. Драма была его стихией. Он верил во всемогущество случая, во влияние мелких, незначительных фактов. Всех этих солдат спасал портрет, убивала шальная пуля, повергала в немилость дурное настроение властителя. Дюма полюбил в истории все, что связано с таинственной игрой случая. У него было природное чувство театрального, да и могло ли быть иначе, сама эпоха была театральной. Но Дюма лучше, чем любой другой, лучше, потому что он сам был подобен стихийной силе, сумел выразить драматизм жизни, в котором тогда была так велика потребность. Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь, унаследованная им от черной рабыни из Сан-Доминго. Это второй Дедро говорили про Дюма аристократ по отцу, простолюдин по матери. Все это так. Но вдобавок он был еще наделен невероятной плодовитостью и талантом сказителя, присущим африканцам. Стихийность его натуры проявлялась в отказе подчиняться какой-либо дисциплине, и так как в доме не было мужчины, который мог бы его обуздать, он свободно бродяжничал по лесам. Школа не оказала никакого влияния на его характер, она не сформировала и не деформировала его. Любое притеснение было для него несносно. Женщины, он их любил, всех сразу. Он с самого начала убедился, что завоевать их расположение нетрудно, но не мог понять, к чему клясться в верности одной из них. При этом он вовсе не был аморален, он просто не знал общепринятых моральных норм. Какие любовные истории он слышал? О регенте и его оргиях в замке Вилле Котре, отнюдь не подходившие для детских ушей, о титанах эпохи империи, завоевывавших сердца так же легко, как они завоевывали провинции и относившихся со снисходительностью к женским слабостям. В юности он был страстным охотником, краснобаем, влюблялся во всех девушек, готовых слушать его росказни и был жаден до удовольствий. В восемнадцать лет его привлекает все и особенно недосягаемое. Разве во мне нет, думает Дюма, того магнетизма, благодаря которому я выйду победителем там, где любой другой потерпит неудачу? Он твердо верил в свою звезду. Был его неистащим, это он чувствует. Знания, правда, невелики, зато в его глазах все имеет прелесть новизны. Как-то в Суассон приехала труппа актеров с Гамлетом Дюсси, и Дюма открыл для себя Шекспира, о существовании которого до сих пор не подозревал. В Гамлете, обработанном Дюсси, не осталось ничего шекспировского, и все же для молодого Дюма эта пьеса была откровением. «Вообразите слепца», писал он, которому вернули зрение, «Вообразите Адама, пробуждающегося после сотворения». На самом деле Дюма открыл для себя в Шекспире самого себя. Кипучая энергия людей возрождения, что ж, он ею обладал, он чувствовал себя гораздо ближе к ним, чем к буржуа времен реставрации. В Шекспире его интересовали не идеи, не философские монологи, и даже не изображение страстей, но свободное построение драмы и большая роль конкретных деталей. Платок в отелло, крыса в гамлете, шейлоковский фунт мяса в венецианском купце. Словом, мелодраматические эффекты. Александр был потрясен, и так как он не привык сомневаться ни в чем и меньше всего в себе самом, то решил стать драматургом. Ему удалось заразить своим энтузиазмом нескольких молодых людей из Вилле-Котре, и среди них некоего Пайе, в ту пору главного клерка мэтра Веннесона, который пятьдесят лет спустя уже старым судьевой написал воспоминания об этой любительской труппе. Адольф де Левен, который к этому времени возвратился из Парижа, где он жил у друга своего у отца драматурга Арно, был своим человеком в кулуарах и знал многих актрис, руководил первыми шагами молодого Дюма. В нашем кружке было несколько прелестных молодых девиц, и это подстегивало в нас желание появиться с ними на подмостках. На чердаке мы пробовали свои силы как в возвышенном, так и в комическом жанре. Чердак этот находился в большом доме, расположенном в глубине двора гостиницы Шпага. Низ его занимал торгует с лесом, снабжавший нас досками, из которых наш товарищ Арпен сколачивал скамьи для зрителей. Оформление зала не представляло трудностей. Охапки веток из соседнего леса, фамильные гардеробы, ящики с цветами вскоре превратили наш чердак в приличный и красиво убранный зал. С декорациями мы тоже справились успешно, но сама постановка пьесы, будь то драма или комедия, требовала больших усилий. Вот тут-то Дюмай доказал, что он незаменим. Актер, режиссер, учитель дикции и пластики он был всем. Он сам выбирал пьесы для постановки в тех случаях, когда не навязывал нам своих Артексеркса, Абенцерагов и прочих. Он голос получил актеров в правильной интонации, определял мизансцены, показывал жесты. Он говорил нам, на каких словах в фразе необходимо сделать ударение, куда смотреть, как улыбаться, словом полностью объяснял каждому его роль. Аплодисменты были ему необходимы, как воздух. Если прием оказывался недостаточно горячим, он сердился и считал, что в этом виноваты актеры, но никак не он. За 1820 и 1821 годы они вместе с Адольфом де Левеном набросали несколько пьес, одну из которых водевили в стихах «Страсбургский майор», сам Александр был склонен считать шедевром. Но вскоре Левен опять уехал, увезя с собой его душу, а Адель Дальвен вышла замуж, разбив его сердце. Ему очень хотелось покинуть Вилля Котре и поехать вслед за Левеном в Париж. В воображении он уже представлял себе, как его венчают лаврами, осыпают золотом. А между тем приходилось за стол и жилье переписывать брачные контракты и составлять завещание для нотариуса в Крепи Анвалуа. Туда однажды и зашел его приятель Пае, и предложил ему съездить на два дня в столицу. Но где взять деньги на дорогу? Молодого браконьера не остановили такие пустяковые препятствия. Он возьмет с собой ружье, по дороге будет охотиться, дичь продаст и добудет деньги на расходы. Так он и сделал. По прибытии в Париж у него остались четыре зайца, двенадцать куропаток и две перепелки. В обмен на это хозяин отеля великие августинцы согласился приютить его на два дня. Сражение было выиграно, оставалось только достать билеты в театр. На следующий день в Кумеди францез давали Суллу с великим Тальма в главной роли. Дюма дал себе клятву попасть в театр и помчался к Адольфу Левену, который согласился повезти его к Тальма. Они застали великого артиста в его уборной. Адольф сказал, что его друг сын генерала Дюма. Тальма помнил красавца генерала и выписал контрамарку. Тальма в то время безраздельно господствовал во французском театре, где только он один мог еще заставить публику смотреть классическую трагедию, которая из-за своей внешней холодности стала малопопулярной в это бурное время. Традиции предписывали актерам крайний аристократизм в интонации и манерах. Тальма же старался в своей игре спуститься до уровня чувств простых смертных. Наполеон, просвещенный поклонник великих трагиков, как-то сказал ему, посмотрите на меня, я без сомнения самая трагическая личность нашего времени, и все же видели ли вы когда-нибудь, чтобы мы воздевали руки, вставали в заученные позы, принимали величественный вид? «Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы мы испускали крики? Конечно, нет. Мы говорим естественно. Вот пример, над которым вам следует задуматься». Тальма последовал совету и задумался. Он постарался освободиться из-под ига напевного стиха, выразить некоторые оттенки чувств пантомимой. В Британнике во время знаменитого объяснения с Агриппиной Тальма, чтобы изобразить скуку, овладевшую нейроном, играл краем плаща и разглядывал узоры на нем. Невероятная для того времени смелость. В ролях классического репертуара он изображал характер, который можно было бы назвать романтическим. В его исполнении герои становились фатальными, сумрачными и вдохновенными. Здесь не обошлось без влияния Рене Шатабриано. В то же время Тальма изучал историю и, отойдя от универсального человека классиков, придавал своим героям черты, присущие их национальности и эпохи. Он был постоянным посетителем музеев и библиотек. Короче говоря, он шел по тому пути, по которому затем пойдут Гюго, Виньи и Дюма. Чтобы угодить вкусам боготворившей его молодежи, он превращал трагедию в драму. Был ли он прав? Это уже другой вопрос. Но он хорошо чувствовал свое время, понимал его и истил ему. На следующий день Александр увидел Тальма на сцене и был потрясен простотой, мощью и поэтичностью его игры. Когда занавес упал под гром аплодисментов и крики «Браво!», юный зритель не сразу очнулся, настолько он был восхищен и околдован. Адольф де Ливен предложил провести его в уборную трагика. Дюма вошел туда с бьющимся сердцем, смущенный и красный как рак. «Тальма», сказал Ливен, «мы пришли вас поблагодарить». «Ах!» откликнулся Тальма, «значит, наш юный поэт доволен? Пусть он приходит завтра. Я играю в регуле». Увы, вздохнул Дюма, «завтра мне придется уехать из Парижа». «Я клерк у провинциального нотариуса». «Ба!» сказал Тальма, «да сам Корнель был клерком у прокурора. Господа, представляю вам будущего Корнеля». Дюма побледнел. «Прикоснитесь к моему лбу», попросил он Тальма. «Это принесет несчастье». «Да будет так», сказал Тальма. «Нарекаю тебя поэтом, во имя Шекспира, Корнеля и Шиллера». Потом добавил, «Смотрите-ка, в этом мальчике есть энтузиазм, из него должно выйти что-нибудь путное». В мальчике и впрямь были энтузиазм и ненасытная жажда славы. «Не сомневайтесь», сказал он Адольфу Де Левену. «Я вернусь в Париж, ручаюсь вам». Возвратившись в отель, он застал там главного клерка Пайе, ходившего в оперу слушать волшебную лампу. На двоих у них оставалось всего 12 франков. Они решили уехать из Парижа на рассвете, но, пробегая в последний раз по улицам спящего города, Александр уверенно намечал места своих будущих триумфов. Часть вторая Завоевание Парижа Он окинул этот гудевший улей алчным взглядом, как будто предвкушая его мед и высокомерно произнес «А теперь кто победит? Я или ты?» Бальзак Отец Гурео Глава первая В которой Дюма открывает для себя Пале-Рояль Шарля-Нодье и становится отцом Возвратившись в Велико-Тре молодой Дюма, у которого от счастья и честолюбие закружилась голова, объявил матери, что принял решение перебраться в Париж. Лишь там найдется театр, достойный его таланта, театр, законодателем которого он наверняка станет в один прекрасный день. Но где достать деньги на первые расходы? Когда умерли ее родители, бедная генераль Шадюма была вынуждена реализовать наследство, чтобы возвратить долги. После расплаты с кредиторами у нее осталось всего-навсего 253 франка. Она была готова отдать сыну 50. Он тоже продал своего пса перама за 100 франков. Но все это было ничтожно мало. На что жить в столице? Я обращусь к старым друзьям отца. К маршалу Виктору Герцогу Белинскому он теперь военный министр, к генералу Себастьяне, к маршалу Журдану. Они подыщут мне место в одной из своих канцелярий с жалованием в 1200 франков в год для начала. Потом я получу повышение и как только начну зарабатывать полторы тысячи франков, выпишу тебя в Париж. Если Александр чего-нибудь сильно хотел, для него не существовало препятствий. Его мать, куда менее склонная к прожектерству, выдвинула ряд возражений. Как отнесутся эти военные, ставшие роялистами и при том рьяными, как и все вновь обращенные к сыну республиканского генерала? Александра это вовсе не беспокоило. На всякий случай он запасется письмом к генералу Фуа, депутату, лидеру оппозиции. Что же касается денег на проезд, то он выиграет их в бильярд у папаши Кортье, который продает билеты на дилежанс. Так он и сделал. И вот однажды в пять часов утра дилежанс высадил молодого Дюма у дома номер девять по улице Булуа в самом центре Парижа. Ему исполнилось двадцать лет. У него не было никакого жизненного опыта, но зато уверенностью в своих силах хоть отбавляй. Он отправился в гостиницу «Великие августинцы», где вспомнили историю с зайцами и куропатками. Проспал четыре часа. Потом побежал к Адольфу Делевену, чтобы узнать у него адрес маршала Журдана, генерала Себастьяне и герцога Белюнского. Левен, слегка ошарашенный, посмотрел в альманах двадцати пяти тысяч адресов, сообщил необходимые сведения и предсказал крах этой затеи. И он был прав, хотя оба генерала и приняли Дюма, но один как будто усомнился в личности посетителя и счел его самозванцем. Второй указал ему на дверь. Что же до военного министра, то он просто не дал аудиенции. Теперь вся надежда была на оппозицию, другими словами на генерала Фуа. Здесь Дюма ожидал совершенно иной прием. Вы сын того самого генерала Дюма, который командовал альпийской армией? Так, генерал, он был настоящим героем. Чем могу служить? Буду счастлив оказать вам помощь. Александр изложил свою просьбу. Он хочет найти место и как можно скорее. Ну, что ж, посмотрим, в чем вы сильны? Знаете математику? Имеете представление об алгебре, геометрии, физике? Нет, генерал. Изучали право? Нет, генерал. Ах, черт. Постойте, я мог бы, пожалуй, определить вас к банкиру Лафиту. Вы знаете бухгалтерию? Не имею ни малейшего понятия. С каждой фразой генерал все больше приходил в замешательство. Дюма сказал, что сознает, сколь недостаточно его образование, но что он постарается наверстать упущенное. Весьма похвально, мой друг, но есть у вас пока хоть какие-то средства к существованию? Нет, генерал? Черт возьми. Оставьте мне ваш адрес, я должен подумать. Дюма написал адрес. Генерал следил за тем, как он пишет, и вдруг захлопал в ладоши. Мы спасены, воскликнул он, у вас прекрасный почерк. И впрямь это было все, чем обладал Дюма, если, конечно, не считать его таланта, в ту пору, впрочем, еще никак не проявившегося. Но генерал очевидно думал, что этого вполне достаточно. Сегодня я обедаю у герцога Орлеанского, сказал он, буду вас рекомендовать. Может, он возьмет вас в свою канцелярию. Герцог Орлеанской, будущий король Луи Филипп, и в самом деле был в лучших отношениях с депутатами оппозиции, в чьих интригах он принимал участие, чем с правительством своего кузена Карла X. Назавтра, когда Дюма, несмотря на весь свой опломб, уже начинавший испытывать некоторую тревогу, предстал перед генералом Фуа, тот, улыбаясь, сказал ему, все устроилось, вы поступаете в канцелярию герцога Орлеанского и будете получать 1200 франков в год. Деньги, конечно, небольшие, но работаете хорошо, и дальнейшее зависит от вас. Небольшие деньги. Молодому провинциалу это казалось целым состоянием. Он сразу же написал матери, уговаривая ее продать то немногое, что у нее осталось, и переехать к нему в Париж. У госпожи Дюма хватило, однако, здравого смысла настоять на отсрочке, а пока она выслала ему мебель, и он снял маленькую комнатку в доме номер один на Итальянской площади. Ему предстояло работать в Пале-Рояле, штаб-квартире Орлеанского дома. Там размещались личная канцелярия герцога и управление его поместьями, целая армия чиновников, среди которых был и наш старый знакомый Девиолен, управлявший теперь всеми лесными угодьями. Новый начальник Дюма, господин Удар, принял его любезно и сразу же указал ему его конторку. Отныне он будет каждый день работать здесь с десяти утра до пяти вечера, а после двухчасового перерыва возвращаться и сидеть еще с семи до десяти. «Где тут найти время, чтобы стать великим человеком?» Он обещал генералу Фуа пополнять свое образование. В этом ему очень помогал Лассань, человек недюжинных знаний. Лассаня в равной мере поразили невежество молодого человека и его ум. Он составил для него превосходный список авторов от Эсхила до Шиллера, не забыв ни Платона, ни Мольера. Он давал ему читать книги французских и иностранных классиков, мемуары, хроники. Дюма пожирал их с жадностью Неофита. И в невежестве есть свои преимущества. Когда классиков читают слишком рано, их не понимают и проникаются к ним отвращением. Если же их открывают в 20 лет, в возрасте, когда начинают испытывать описываемые ими чувства, к ним привязываются. Так было и с Александром Дюма. В 1823 году, когда он приехал в Париж, во Франции зарождалась новая литература. Ламартин опубликовал размышления Виктор Гюго «Оды и баллады», Альфред Девиньи «Поэмы». Скромный чиновник герцога Орлеанского и не подозревал о существовании этих писателей. Но, не зная их, он разделял их стремление обновить французскую литературу. Его первое знакомство с литературной школой, покорившей вскоре Париж, произошло по воле случая этого самого ловкого из гидов. Как только Дюма переехал в Париж, ему захотелось ходить в театры, чтобы изучать свою настоящую профессию, потому что с тех пор, как он познакомился с Левеном и Тальма, он твердо решил стать драматургом. На представлении нелепейшей мелодрамы «Вампир» молодой провинциал сидел рядом с обаятельным седовласым эрудитом и запросто и без околичностей вступил с ним в беседу. Любезный сосед, которого забавляли наивность и искренность Дюма, дал ему урок библиофизии, и хорошего вкуса, но был к концу третьего акта выведен из зала за свистки во время действия. Назавтра Дюма узнал из газет, что возмутителем спокойствия был никто иной, как знаменитый писатель Шарль Нодье. Лассань сообщил ему, что Нодье блестящий критик, автор романов и причудливых сказок, и что стать его другом большая честь. Однако, для того, чтобы быть принятым в том кругу, где вращается Нодье, необходимо добиться признания. Но как этого достичь? Левен, с которым Дюма сохранял близкие отношения, убеждал его попытать свои силы в легком жанре. Они сочинили вместе одноактный Водевиль в стихах «Охота и любовь», песку пошловатую и посредственную, хоть в ней и было несколько довольно занятных карикатур на охотников Виль-Ля-Котре. Но все же Водевиль был принят к постановке в амбигию и принес Дюма три сотни франков, что равнялось его жалованию за три месяца. Это очень подбодрило Дюма, да и пятнадцать Луидоров пришлись как нельзя более кстати, потому что начинающий драматург, успев к этому времени забыть свои провинциальные увлечения, принялся соблазнять чувствительную Белошвейку, которая по ее собственному признанию была на восемь лет старше его. Катрина Лабе была его соседкой по этажу в доме на Итальянской площади. Она содержала там небольшую мастерскую и умело управляла несколькими работницами. Белокурая, пухленькая, с очень белой кожей, весьма серьезная по натуре. Катрина была уроженкой Руана, где она, по ее словам, вышла замуж за полоумного, которого ей потом пришлось бросить. На самом деле и брак, и сумасшедший муж были плодами ее воображения. Когда много лет спустя Катрина Лабе официально усыновляла Александра Дюма сына, ей пришлось из боязни, что документ могут потом счесть недействительным, признаться, что она никогда не была замужем. Примечание Все биографы утверждают обратное, но, чтобы выяснить истину, достаточно посмотреть документ об усыновлении и свидетельство о смерти Катрины Лябе. По воскресеньям Александр Дюма возил соседку в Медонский лес. Там они располагались на отдых, первое время на траве, потом в одну из темных гротов. А что может быть опаснее для добродетели белошвеек, чем гроты? Голубоглазый Квартерон был пылок, настойчив, немыслимо мужествен и невообразимо красив. Вскоре Катрина поняла, что у нее будет ребенок. Она убедила любовника экономии ради переселиться в ее квартиру и там 27 июля 1824 года родила ему здорового мальчугана при крещении получившего имя Александр, третий по счету Александр в роду Дюма. Так скромный чиновник в 22 года стал отцом семейства. Он очень уважал мать своего ребенка, но отнюдь не был склонен сделать ее подругой жизни, так как мечтал совсем о другом. Прочитанные романы до того распалили его воображение, что он представлял себе знатных дам, кидающихся ему на шею, красавец-актрис, сходящих с ума по нему, роскошные оргии. Маленькая белошвейка обладала всеми достоинствами, здравым смыслом, трудолюбием, преданностью и даже обаянием, но у нее не было ни образования, ни влиятельных родственников. И Дюма решил сохранить свою свободу для более волнующих приключений. К тому же ему приходилось считаться из генеральшей Дюма, которой он так и не осмелился сказать ни о своей связи, ни о ребенке. Мать находила, что разлука с сыном слишком затянулась и, опасаясь, что жить ей осталось недолго, выражала настойчивое желание переехать к нему. Он немедленно дал свое согласие и снял для мадам Дюма квартирку в доме номер 53 по улице Фобурсен-Дени за 350 франков в год. Тут весьма кстати подоспело повышение. Вместо 1200 он стал получать полторы тысячи франков в год. Прекрасный почерк произвел такое впечатление, что господин Удар рекомендовал его герцогу Орлеанскому как лучшего переписчика канцелярии, выполняющего работу быстро и хорошо. Вы сын того храбреца, который по вине Бонапарта умирал с голоду, спросил герцог. У вас прекрасный почерк, вы великолепно надписываете адреса, проходите в кабинет и садитесь за стол. Я дам вам для переписки один документ. Через две недели после этой памятной аудиенции Дюма был зачислен в штат, то есть получил постоянную должность и, следовательно, был навсегда застрахован от опасности умереть с голоду. Все было бы хорошо, но служба поглощала его целиком, не оставляя времени для занятий театром. Две недели в месяц его назначали ответственным за почту. Он должен был после обеда отсылать герцогу Орлеанскому в НЭИ все вечерние газеты и полученные за день письма, а затем сидеть в канцелярии, ожидая возвращения курьера с указаниями его высочества. В эти вечера он не мог ходить в театр. Исключение составляла комедия францез, находившаяся под одной крышей с канцеляриями поля-рояля. Когда играли Тальма или Мадемуазель Марс, лучшего нельзя было и желать. В остальные вечера Дюма в ожидании курьера читал Вальтера Скотта и Байрона в переводе. «Будущее за этими авторами», говорил ему Лассань. «Наши неоклассические трагедии в самом скором времени будут забыты. Вы увидите, как появятся смелые писатели, не боящиеся нового. Постарайтесь быть одним из них». Только этого Дюма и желал, а пока в ожидании блестящего будущего он зарабатывал 4 франка 5 су в день. Генеральша Дюма приехала в Париж, привезя с собой мебель и ту скудную сумму, которая у нее осталась от наследства. Катрина Лабе и ее сын тоже нуждались в его помощи. Целых три человека на содержании скромного служащего. Александр не сомневался, что, будь у него время писать, он создал бы шедевры. Но для этого необходимо было освободиться от почты, пожиравшей все его вечера. Где наблюдать людские страсти, как не в свете? А когда он мог бывать в свете, если он уходил из канцелярии совершенно без сил в 10 часов вечера? Бывали дни, когда угнетенные непомерными расходами, интригами, суетой, неизбежными в большом городе, он сожалел о безмятежной и идиллической жизни в Виле-Котре. Глава вторая, в которой Дюма открывает драму королеву Христину и мадемуазель Марс. В 1827 году в Париж приехала на гастроли труппа английских актеров, чтобы дать несколько представлений в Одеоне, а затем в театре Фавар. Еще в 1822 году другая труппа пыталась ставить Шекспира на английском языке в театре Порт-Сен-Марти. Но в те годы у французов еще свежи были в памяти Ватерлоу и победы Веллингтона. Англичан считали друзьями Людовика XVII. Этого было достаточно, чтобы они стали врагами парижского портера. Злополучных актеров закидали яблоками и апельсинами, что было, конечно, своеобразной формой проявления патриотизма. Прошло пять лет после этой неудачной попытки. Обстановка изменилась. Великие актеры Фредерик Леметр и Мари Дорваль подняли мелодраму до уровня искусства. Нельзя сказать, что победа была окончательной. Драма, сосланная на бульвары, не получила еще вида на жительство в комедии Францесс. Ведь даже революционная Франция сохраняла свои святилища, в которых освещала любую славу. Наполеон хотел, чтобы его короновали в соборе Парижской Богоматери. Молодые драматурги иконоборцы вознамерились покорить комедии Францесс. Вот почему состязания между Шекспиром, известным во Франции лишь узкому кругу людей, да и то по отвратительным переводам и классической трагедией ожидали как большого события. Успех английских актеров превзошел все ожидания. Экспрессия их пантомим сначала поразила зрителей, потом привела в восторг. Сцены агонии, в которых Кин корчился и извивался, ошеломили публику, привыкшую к благопристойным кончинам во французском театре. Кэмбель умирал, как умирают в жизни. Его сатанинский сарданический смех долгое время после этого будет звучать на французской сцене. Мисс Гарриет Смитсон в сценах безумия и голода не уступала в реализме своим товарищам. А когда королева трагедии Мадемуазель Марс, посетив один спектакль англичан, стала ходить на них каждый день, романтики торжествовали. Наши актеры ходят к англичанам, как в школу писали они, и смотрят на них во все глаза. Влияние англичан заставило актеров с бульваров утрировать изображаемое ими чувство, искать пьес со сценами безумия, бреда, агонии. Букаш и Дорваль хотели найти пьесы, которые позволили бы им соперничать с победоносными гостями. Дюма дал себе клятву создать для них такие пьесы. Он посещал все спектакли англичан и делал записи. Я видел в роли Отелло, Дальма, Кина, Кембля, Макреди и Жоанни. Дальма играл Мавра, которого уже коснулась венецианская цивилизация. Кин дикого зверя, полутигра, получеловека. Кембль, мужчину в расцвете сил, вспыльчивого и неистового в гневе, Макреди, араба времен гренадского халифата, изящного и рыцарственного. Жоанни играл Жоанни. Он бешено аплодировал Макреди, Кину, Кемблю и прекрасной Гарриет Смитсон. Сцены безумия, убийства, самоубийства, ревность Отелло, смерть Дездемоны потрясали его до глубины души. В первый раз писал он «Я видел в театре подлинные чувства, испытываемые мужчинами и женщинами из плоти и крови». Он не знал английского, но ему было достаточно жестов, поступков и интонаций. Увидев на сцене шекспировские трагедии, он понял наконец, к чему стремится сам. Свободно живописать великие события, вывести на сцену физическое насилие, которое классики оставляли за кулисами, потрясать зрителей неожиданностью развязок. Он не имел никакого опыта в делах страсти, зато обладал врожденным чувством драматического. Но какой сюжет выбрать? Античность аннексировали классики. Современные темы были слишком опасны. Случай и тут помог ему. В ежегодном салоне живописи и скульптуры его внимание привлек барельеф, изображающий убийство Джованни Мональдески, умерщвленного в 1657 году в Оленьей галереи Фонтебло по приказу Христины, королевы шведской. Мональдески? Христина? Кто они такие? Молодой Дюма ничего не знал об этой мрачной истории. Тогда он одолжил всемирную биографию у одного из своих друзей Фредерика Сулье, который, в отличие от него самого, был человеком образованным и даже довольно состоятельным, так как получил в наследство небольшую деревообделочную фабрику. Дюма прочел статью о Мональдески и статью о Христине. Из них он узнал, что любовник шведской королевы Мональдески, приревновав ее к итальянцу Сентинелли, начинающему входить в фавор, написал оскорбительные и компрометирующие Христину письма и был убит своим соперником в замке Фонтебло по приказу разъяренной королевы. Да, здесь несомненно был материал для драмы. Давай напишем ее вместе, сказал он Сулье, с которым уже пытался переделать для театра один из романов Вальтера Скотта. Да ведь это не драма, а трагедия, сказал Сулье. Тогда они решили, что каждый напишет свою Христину. Кто кончит первым, попытает счастье. Но Дюма был всего-навсего мелким служащим в канцелярии герцога Орлеанского и не мог располагать своим временем. Необходимо было любой ценой высвободить себе вечера. Он набрался духу и отправился к господину Удару. Я знаю лишь один способ выполнить вашу просьбу, сказал господин Удар довольно доброжелательно, а именно перевести вас из личной канцелярии в одной из управлений, где нет вечерней работы, к примеру, в управление лесными угодьями, но это погубит вашу карьеру. Дюма верил, что карьера ждет его не на административном поприще. Согласился на перемещение и перешел в управление лесными угодьями, которым ведал отзывчивый ворчун Девиолен. Там он сразу же чуть ли не со скандалом потребовал себе отдельный кабинет, где мог бы работать в полном одиночестве. Благодаря покровительству удара ему сделали и эту поблажку. Отныне, освобожденный от мелочной опеки, изолированный от начальства и коллег, он смог благодаря своему замечательному почерку выполнять работу с поразительной быстротой и урывать каждый день по нескольку часов для пьесы. Вскоре Христина, пятиактная драма в стихах, была закончена. Я был так же смущен этим событием, вспоминал Дюма, как бедная девушка, которая родила, не состоя в законном браке. Но что делать с этим бастардом, с этой рукописью? Задушить ее? Как и те трагедии, что он писал прежде? Мера эта показалась ему слишком жестокой. Ребенок был полон сил и явно хотел остаться в живых. Ему нужен был лишь театр, который бы его приютил, и публика, которая бы его усыновила. Но как их найти? Если бы Тальма был жив, Дюма напомнил бы ему об их встречи. Но Тальма умер в 1826 году, а Дюма никого не знал в комедии францесс. Суфлёр прославленного театра каждый месяц приносил в канцелярию поля-рояля билеты для герцога Орлеанского. Дюма остановил в коридоре этого человека с густыми бровями и спросил, что следует предпринять, чтобы добиться высокой чести прочесть пьесу перед советом французского театра. Суфлёр сказал, что рукопись оставляют у экзаменатора, но что у того лежат тысячи рукописей и есть риск прождать долгие годы. А нельзя ли обойти эти формальности? Можно, если вы знакомы с бароном Тейлором. Барон Тейлор англичанин, родившийся в Брюсселе, офицер, принявший французское подданство, друг Виктора Юго и Альфреда де Виньи стал в 1825 году на 37 году жизни благодаря покровительству Карла X, который пожаловал ему дворянство королевским комиссаром при комедии Француз. Выбор был довольно удачен. Тейлор сам художник писал декорации ко многим спектаклям, создавал эскизы костюмов. Он сочинял комедии и перевел вместе с Нодье драму с английского. Виньи был его товарищем по полку, Шатабриан познакомил его с Гюго и Адель Гюго приглашала его приходить к ним запросто на завтрак. Как и всех его предшественников, его назначили в комедии Француз с тем, чтобы он навел там порядок. Как и подобает, он лелеял грандиозные проекты, которые предполагали постановку совершенно непригодных для театра пьес, например, Шатабриановского Моисея. Классицисты попрекали его английской фамилией. «Этот соотечественник Шекспира», говорил один из недовольных актеров, «презирает Корнеля, Рассина и Вольтера». Его ругали запышные декорации, бешеные расходы на постановки и литературные вкусы. В глазах же беспристрастных свидетелей он был честным и либеральным администратором, весьма способствовавшим утверждению романтической школы во Франции. В 1828 году Комедия Францез приняла благодаря ему к постановке Ромео и Джульетту Виньи и Дешана. Правда, пьеса так и не увидела света рампы, но разве можно добиться всего сразу? Дюма спросил у своего любезного и эрудированного начальника Лассаня, «Вы знакомы с бароном Тейлором?» «Нет», ответил Лассаня, «но он близкий друг, но Дье вы мне как-то рассказывали, что сидели с ним рядом в театре. Напишите ему, напомните об этой встрече. Он, должно быть, давно меня забыл. Он никогда ничего не забывает. Напишите ему». Риск был невелик. Дюма написал письмо, в котором вспоминал вампира, их беседу, библиофилию, свистки, изгнание из театра и в заключение просил Нодье рекомендовать его барону Тейлору. Незамедлительно пришел ответ в виде записки от самого Тейлора, который приглашал Дюма прийти к нему на квартиру в семь часов утра. Дюма явился в назначенный час, ему открыла дверь старуха горничная. «Начинайте, молодой человек, я вас слушаю», сказал Тейлор, который в это время принимал ванну. «Я прочту вам только один акт, и если вам наскучит, вы меня остановите». «В добрый час», пробормотал Тейлор. «У вас больше жалости к ближнему, чем в ваших коллегах. Что ж, это хорошее предзнаменование. Я вас слушаю». Дюма кончил первый акт и спросил, не решаясь от страха поднять глаза. «Мне продолжать, сударь?» «Ну, конечно», ответил в конец продрогший Тейлор, «но только сначала я должен лечь в постель. Черт меня побери, это хорошо». И королевский комиссар сам потребовал, чтобы Дюма прочел сначала третий, потом четвертый, а потом и пятый акт Христины. Когда Дюма умолк, Тейлор вскочил с постели и закричал «Вы сейчас поедете со мной в комедии Францесс?» «Позвольте спросить, зачем, сударь?» «Чтобы вас унесли в списки для прослушивания». «Значит, я смогу прочесть Христину совету в следующую же субботу». Дюма прочел Христину совету и в первый раз увидел в непосредственной близости королей и королев театра. Пьесу приняли при условии доработки. Поскольку у ней были допущены большие вольности, совет постановил, что она должна быть отдана на суд автору, на которого Комеди Францез может полностью положиться. Но Дюма был слишком счастлив, чтобы придавать значение подобной оговорке. «Его пьеса принята Комеди Францез, а ему всего 26 лет. Какое чудо!» мать, видя, что он вернулся домой раньше обычного, пришла в ужас. «Что случилось? Неужели Александра прогнали со службы?» «Приняли, матушка!» радостно закричал Александр. «Приняли на аплодисменты!» И он пустился в пляс. Генеральша решила, что сын сошел с ума. Она обратила его внимание на то, что он пренебрегает службой и может за это поплатиться. Тем лучше. У меня будет время сидеть на репетициях. А если твоя пьеса провалится, на что мы будем жить? Я напишу другую, и она будет иметь успех». В тот же день знаменитый актер Фирмен зашел к Дюма в канцелярию и сообщил ему, что Совет выбрал в суде Христины господина Пикара, автора доброй сотни комедий, побочный родственник, городок, провинциалы в Париже, два Филибера, рикошеты, имевших шумный, но приходящий успех. Нелепый выбор. Этому комедиографу, не обладавшему ни талантом, ни доброжелательностью по отношению к другим авторам, неистовая и смелая драма Дюма могла внушить только отвращение. И действительно, когда через неделю Фирмен и Дюма пришли к нему за ответом, крохотный горбун с острым носиком, осведомившись о здоровье посетителей, с любезной улыбкой и сказал, обращаясь к Дюма. Милостивый государь, у вас есть какие-нибудь средства к существованию? Сударь, ответил Дюма, я служу в канцелярии герцога Орлеанского и получаю полторы тысячи франков в год. Отлично! Мое дорогое дитя, я должен дать вам один совет. возвращайтесь в свою канцелярию. Да-да, возвращайтесь в канцелярию. Был ли он искренен или завидовал молодому автору? Фермен утверждал, что он не кривил душой. Дюма не мог в это поверить. Можно ли прочтя Христину не понять, что у автора есть искра Божия? Мнение это разделял и барон Тейлор, потребовавший, чтобы пьесу послали на вторую консультацию и на этот раз милейшему Шарлю Нодье. Тот не замедлил с ответом. На следующий же день Тейлор показал Дюма надпись, сделанную на первой странице Христины рукой Нодье. По чести и совести заявляю, что Христина одна из самых замечательных пьес, прочитанных мною за последние двадцать лет. Было ли это суждение трезвым? Стихи Дюма не шли ни в какое сравнение со стихами молодых поэтов его современников. Гюго, родившийся, как и он, в 1802 году по силе поэтического таланта, богатства языка и виртуозности стиха далеко превосходил Дюма. Зато Дюма был настоящим драматургом. Он будто инстинктом чувствовал, как строить пьесу и чем взволновать зрителей. Актеры прослушали второй раз Христину в следующее воскресенье, чтобы не посягать на часы, которые Дюма, увы, неукоснительно должен был отдавать службе. И пьеса снова была принята при условии, что автор вместе со старейшиной театра Самсоном внесет некоторые исправления. Дюма, как утверждает Самсон, оказался очень покладистым. И все же пьеса так и не была поставлена во французском театре. Почему? Дом Мольера был не слишком гостеприимен. После смерти Тальма там воцарилась Марс. Мадемуазель Марс с большой осторожностью приближалась к 50-й годовщине, захватывая все лучшие роли от влюбленных героинь до инженю с явным предпочтением к ролям инженю. Она считалась плохим товарищем и защищала свое право на прежнее амплуа с бешеной энергией. Ее враги с притворной снисходительностью говорили, что ей нельзя дать больше 48-ми. Время от времени она сама объявляла о конце своего долгого царствования, но злые языки утверждали, что и после этого она даст прощальное представление, а потом еще одно по случаю скорой встречи. И все же ее удивительная моложавость, благородное изящество жестов и совершенство дикции обеспечивали ей неоспоримый авторитет. Она руководила распределением ролей и была грозой всех авторов. Сделав карьеру на классическом репертуаре, мадемуазель Марс не могла приспособиться к романтической драме Гюго и Дюма. Ее стихией был Морево, а не Шекспир. В драме, которую хотел создать Дюма, героиня должна была рвать на себе волосы, вопить, валяться на коленях. Для того, чтобы завывать, необходим дурной вкус, а мадемуазель Марс им не страдала. Голос ее, когда она его повышала, оставался приятным и мелодичным. Это был голос рассерженной девушки, а не рыкающей львицы. Мадемуазель Марс навестила Дюма в его убогом кабинете в полирояле, где он сидел среди покрытых пылью папок и завела беседу о Христине. Очень изящно. А она умела, когда хотела быть обворожительной и деликатна. Она покритиковала распределение ролей, пьесу вообще, и в частности несколько строк в своей роли, которая попросила вымороть. Королева трагедии среди канцелярских крыс, Дюма был очарован этим зрелищем, но считал и напрасно стихи, вызвавшие недовольство Марс совершенными, и поэтому ожесточенно их защищал. Спор длился несколько минут, после чего мадемуазель Марс встала и сказала тоном с той же холодным, сколь он был любезным вначале, «Отлично! Раз вы так упорствуете, пусть будет по-вашему! Я произнесу эти строки, но вы увидите, какое впечатление это произведет!» На репетициях, когда дело доходило до этих злополучных строк, она их пропускала. «Дальше, дальше», — говорила она суфлеру Гарнье, «автор сделает здесь купюру». «Вовсе нет», — протестовал автор, «я не хочу вычеркивать эти строки». «Ах ты черт!» — вздыхал Гарнье. Дюма осведомился, что означает это «Ах ты черт!» «Это означает, что если мадемуазель Марс не хочет произносить эти строчки, она их не произнесет. И все же, если пьесу поставят, ей придется это сделать. Да, если пьесу поставят, но только ее не поставят. Суфлер лучше, чем кто бы то ни было знал бесовскую хитрость мадемуазель Марс. Христина так и не появилась на сцене комедии Францесс. Причины для этого нашлись. Через неделю после пьесы Дюма была принята Христина некоего бро-поэта и бывшего субпрефекта. Так как бро был при смерти, его пьесе отдали предпочтение. Кроме того, Фредерик Сулье успел закончить к этому времени свою Христину и отдать ее в Адеон. Этот парад Христин начал принимать шутовской характер. Дюма ничего не оставалось, как взять пьесу обратно, что, впрочем, пошло на пользу, так как дало ему возможность переделать и улучшить текст, крайне в этом нуждавшийся. Но на что жить? Ведь существование обеих семей Дюма зависело от постановки Христины. Гарния подсказал выход. Напишите другую пьесу с главной ролью для мадемуазель Марс. Не заставляйте ее произносить 36-стопные стихи, не перечьте ей ни в чем, и тогда вашу пьесу поставят. Но стихи пишут так, как пишется, мой милый Гарния, возразил Дюма. И кроме того, я собираюсь написать драму в прозе, тем лучше. Я ищу для нее сюжет. И тут же случай самый надежный друг Дюма весьма предусмотрительно снабдил его новой темой. Войдя как-то в кабинет одного из своих коллег, он увидел на столе толстый том трудов историка Анкетиля, случайно открытый на странице, где рассказывался анекдот из эпохи Генриха Третьего. Герцог Генрих де Гиз по прозвищу Меченый, узнав, что его жена Екатерина Клевская изменяет ему с одним из фаворитов короля Полем де Кассадом графом де Сен-Мегреном, решил, хотя его весьма мало трогала неверность жены проучить ее. Однажды на рассвете он вошел к ней в комнату, держа в одной руке кинжал в другую чашу. В весьма суровых выражениях, предъявив ей обвинение в неверности, он сказал «Как вы предпочитаете умереть, мадам? От кинжала или от яда? Она рыдала и просила пощадить ее «Нет, мадам, выбирайте». Она выпила яд, упала на колени и в ожидании смерти стала молить Бога о прощении. Через час Гис успокоил ее. Яд оказался всего-навсего крепким бульоном. Урок, однако, был жестокий. «Какая великолепная сцена», подумал юный Дюма. «Хорошо бы ее написать». Но кто был этот герцог Дегиз? А Сен-Мегрен? Как и всегда, он обратился к своему верному и ученому другу всеобщей биографии, которая сообщила ему кое-какие сведения и отослала к мемуарам Летуаля. Летуаль? Кто такой Летуаль? Бесценная биография снова пришла на выручку. Пьер Тезан де Летуаль 1546-1611 годы оказался прославленным историографом эпохи Генриха Третьего и Генриха Четвертого. Дюма достал эту книгу и нашел ее восхитительной. Из нее он узнал, что Сен-Мегрен, первый камер-юнкер короля, был в 1578 году зверски убит на улице по приказанию Генриха де Гиза, прозванного Меченым, урок каждому, кто посягает на герцогинь. Сцена эффектная, но довольно банальная. У того же историографа Дюма нашел рассказ о событии, которое давало великолепную возможность закрутить пружину интриги. Оно относилось, правда, к совершенно другому вельможе того времени, к Луи де Бюсси Дамбуазу 1549-1579 годы. Но какое это имело значение? Дюма собирался писать драму, а не исторический трактат. Так вот, этот молодой Бюсси, любовник Франсуазе де Шамб, графине де Монсоро, получил от нее записку с приглашением прийти в отсутствие мужа в его замок. Примечание Приписав в Генрихе третьим приключения графини де Монсоро герцогини де Гиз, Дюма на основе этого эпизода создаст еще и роман графиня де Монсоро, который выйдет в 1846 году, и драму того же названия, которая будет поставлена в 1860 году. В обоих произведениях он называет Франсуазу де Монсоро Дианой. Но, оказывается, она назначила ему это свидание по приказу ревнивца мужа, и, чтобы спасти свою жизнь, позволила Шарлю де Шамбу застигнуть ее во время прелюбодеяния. Бесси был убит в полночь в комнате графини мужем, который ворвался туда в сопровождении вооруженных до зубов друзей. Прочитав главы о Сен-Мегрэне, о Бюсси, Дамбуазе и вспомнив уроки Шиллера и Вальтера Скотта, Дюма решил, что драма на мази. Конечно, надо было узнать какие-нибудь подробности быта и нравов, подпустить местного колорита, словом, воссоздать атмосферу двора времен короля Генриха Третьего. Но Александра не останавливали подобные мелочи, ведь у него были книги, образованные друзья и собственное воображение. Он написал драму «Генрих Третьий и его двор» за два месяца. Глава Третья в которой рассказывается, как молодым людям приходит успех. Генрих Третий и его двор была вовсе неплохой пьесой. Конечно, эрудиты и снобы подняли бы насмех юного невежду, знакомившегося с французской историей позабытой на столе книги. Конечно, можно признать, что анализу чувств и характеров недостает глубины, что образы герцога Дегиза и короля написаны однолинейно, что вся пьеса держится на внешнем действии рука герцогини, стиснутая железной рукавицей, потерянный как в отелло платок, что многие мысли автор позаимствовал у Шекспира и Шиллера. Все это правда. И все же драма была искусно построена и трогала зрителей. Дюма черпал из всех источников, мемуаров, хроник, гравюр того времени. Эпоха предстала перед зрителем такой, какой она вдруг открылась молодому энтузиасту. была ли его пьеса исторической? Не больше и не меньше, чем романы Вальтера Скотта. История полна тайн. У Дюма все оказалось ясным и определенным. Екатерина Медичи держала в руках нити всех интриг. Ген их третий расстраивал планы герцога Дегида. Впрочем, Дюма и сам отлично понимал, что в действительности все эти приключения были куда более сложными. Но какое это имело значение? Он хотел лишь одного бурного действия. Эпоха Генриха Третьего с ее дуэлями, заговорами, оргиями, с разгулом политических страстей напоминала ему наполеоновскую эпоху. История в обработке Дюма была такой, какой ее хотели видеть французы, веселой, красочной, построенной на контрастах, где добро было по одну сторону, зло по другую. Публика 1829 года, наполнявшая портер, состояла из тех самых людей, которые совершили Великую революцию и сражались в войсках империи. Ей нравилось, когда королей и их дела представляли в картинах героических, полных драматизма и поэтому хорошо им знакомых. Этим старым служакам была по сердцу грубоватая отвага героев Дюма, ведь и им пришлось обнимать немало красавиц и угрожать шпагой ни одному сопернику. Театральный натурализм, убийство на сцене. Этого не боялись ни Гёте, ни Шекспир, не гнушались ими Дюго и Виньи. Во Франции Дюма был первым, кто вывел мелодраму на сцену серьезного театра. Вы спросите, а как же Кромвель Виктора Юго? Кромвель, хотя его и читали публично, так и не увидел сцены. Гюго удовлетворился тем, что прочел пьесу, издал ее отдельной книгой и написал к ней предисловие. В отличие от него Дюма твердо решил добиться постановки Генриха Третьего в Комедии Францесс. Он начал с того, что прочел пьесу небольшой группе избранных, которая собралась в доме романтически настроенной хозяйки Мелании Вальдор с супруги офицера и дочери писателя. Пьеса произвела большое впечатление на этот умеренный кружок, но там нашли, что для первого произведения молодого автора она слишком смела. Тогда он устроил вторую читку в квартире журналиста Нестора Рокплана. Пятнадцать молодых людей набились в комнату, рассевшись прямо на матрасах. Смелость была им по душе. Они кричали «Долой Христину!» Пусть ставят Генриха третьего! Актёр Фирмен, большой энтузиаст драмы, организовал у себя третью читку, на которой присутствовал и песенник Беранже, считавшийся тогда лучшим поэтом эпохи, либерал, франдёр и друг банкира Лафита. Там были и мадемуазель Марс и генеральша Дюма. Успех был огромный. Мадемуазель Марс сочла и вполне справедливо, что ей очень подходит роль герцогини Дегис, ибо она давала возможность сыграть скромную и вместе с тем страстную женщину. А роли такого типа всегда превосходно удавались актрисе. В сценах насилия ей приходилось участвовать лишь в качестве жертвы. Короче, она выказала себя горячей сторонницей пьесы. Присутствовавшие актёры решили просить комедии францесс принять Генриха третьего вне очереди, и начитки пьеса прошла на аплодисменты. На следующий день едва Дюма появился в поле рояле, как его вызвал к себе генеральный директор барон де Броваль. Броваль этот был высокомерный грубиян и краснобай. Он принял молодого человека с самым хмурым видом. Грозно сказал, что занятия литературой несовместимы со службой и предложил ему сделать выбор. Господин барон ответил Дюма. Общественное мнение считает его высочество герцога Орлеанского покровителем литературы. Я не буду предпринимать никаких шагов до тех пор, пока он не уведомит меня, что больше не нуждается в моих услугах. Я не собираюсь подавать в отставку. Что касается моего жалования, то если эти 125 франков в месяц ложатся тяжким бременем на бюджет его высочества, я готов от них отказаться. А на какие средства вы собираетесь жить, это господин барон касается только меня. На следующий день выплата жалования была приостановлена. Но у Дюма был свой план. Он собирался через посредство Беранже обратиться за помощью к банкиру Лафиту. Банкир в самом деле согласился выдать Дюма 3000 франков при условии, что он положит в сейф банка рукопись Генриха Третьего. 3000 франков оклад за два года. Дюма помчался с деньгами к матери. генеральша была потрясена. Неужели театр и впрямь дает возможность заработать на жизнь? Репетиции проходили без особых происшествий. В исполнении Жоанни Дегис был старым солдатом, мужественным и решительным. он великолепно произносил фразы под занавес, которые всегда звучали неожиданно и эффектно. Сен-Поль пусть приведут тех, кто убил Дюга. А теперь пусть эта дверь откроется только для него. Теперь, когда мы покончили со слугой, займемся хозяином. История с Христиной не прошла для Дюма даром. И по отношению к исполнителям он был сама любезность. Вы гораздо лучше меня разбираетесь в этом, говорил он актерам. Все, что бы вы не сделали, будет хорошо. Работа с актерами на этот раз была ему тем более приятна, что он увлекся Виржини Бурбье, молодой актрисой, которая должна была играть в его пьесе второстепенную роль. Противиться плотскому искушению он не мог. Он по-прежнему помогал Катрине Лабе и давал ей деньги на воспитание сына, но хранить верность одной женщине это всегда казалось ему нелепым. Естественно, что у него возникали кое-какие трения с божественной мадемуазель Марс, однако он уже приобрел некоторый опыт и смог на этот раз перехитрить коварную Селемену, хотя по временам ее капризы доводили его до бешенства и скрежета Зубовного. О, французский театр писал он, этот круг ада забытой Данте, куда бог помещает драматургов, возымевших странную идею заработать в половину меньше того, что они могли бы получить в любом другом месте и удостоиться в конце жизни награды не за достигнутый успех, а за перенесенные муки. Высказывание явно несправедливое, потому что актеры комедии француз сослужили Дюма хорошую службу. Пока шли репетиции, на него обрушилось большое несчастье. С генеральшей Дюма случился апоплексический удар, частично парализовавший ее. Что делать? Отложить премьеру? Но это не спасло бы его мать, болезнь которой была увы неизлечимой. Он позволил назначить премьеру на 11 февраля 1829 года. Накануне он пришел в поле рояль и попросил аудиенции у герцога Орлеанского, который его принял. Каким добрым ветром вас принесло сюда господин Дюма? Спросил герцог. Ваше высочество, я пришел просить о милости. Завтра состоится премьера Генриха Третьего и его двора. Я прошу вас прийти на премьеру. Ваше королевское высочество несколько поторопилось меня судить. Завтра мое дело будет слушаться при открытых дверях. Я прошу вас, сударь, присутствовать при вынесении приговора. Герцог ответил, что охотно бы пришел, но завтра у него званый обед, на котором будут присутствовать двадцать, а то и тридцать принцев и принцесс. Но, может быть, ваше высочество соблаговолит назначить обед пораньше, а я со своей стороны попрошу задержать начало премьеры и таким образом августейшие гости увидят любопытное зрелище. Черт побери, эта мысль, скажите Тейлору, что я оставляю за собой все ложи Бенуара. Наконец, долгожданный день настал. Зал был великолепен. Принцы, увешанные регалиями, принцессы, блистающие драгоценностями, дамы полуцвета, выставившие на показ свои прелести. В одной из лож Бранже, Виньи, Гюго, портер полон друзей. Словом, огромный успех. Третий акт. При всей своей необузданной грубости ревнивец Гиз силой заставляет жену написать роковое письмо Сен-Мегрену. не только никого не шокировал, но был встречен бурными аплодисментами. В антракте Дюма кинулся на улицу Сен-Дени, чтобы поцеловать мать. После четвертого акта публика пришла выступление. Когда фирмен объявил имя автора, весь зал, включая герцога Орлеанского, встал. На следующее утро Дюма получил письмо от барона Броваля, в свое время безжалостно его уволившего. Я не могу лечь в постель, мой дорогой друг, не сказав вам, как порадовал меня ваш успех. Мои товарищи и я счастливы вашим триумфом. Когда к нам приходит успех, остается только удивляться количеству людей, которые внедапно оказываются нашими друзьями. Пьеса выдержала 38 представлений и делала отличные сборы, не взирая на интриги классицистов и знатоков. Битва романтиков производила фурор в комедии францесс. Классицисты объяснили триумф новой школы тем, что несметное число ее сторонников запрудило портер и проникло даже в ложе. Жалели талантливых актеров, которым пришлось унизиться до драмы. Если публике нужны рыдания с презрением, говорили знатоки, пусть она идет на бульвары. Комедию францесс необходимо оградить от этой постыдной заразы. Но актеры, которые не могли пренебрегать публикой, придерживались иного мнения. На следующий день Александр Дюма проснулся знаменитостью. Комната его бедной матери была заставлена букетами, которых больная даже не замечала. Какой-то книгопродавец купил право на издание Генриха Третьего за шесть тысяч франков, что превышало оклад самого начальника канцелярии. Однако придя в Комедии Францесс на второй спектакль, Дюма застал совет в полном смятении. Цензура запретила пьесу. Почему? Король Карл Десятый внезапно увидел в Генрихе Третьем и его кузене Гизе сходство с ныне царствующим монархом и его кузеном Орлеанским. Снятие запрета добился сам герцог Орлеанской. Я ответил королю, рассказывал герцог, Государь, вы заблуждаетесь по трем причинам. Во-первых, я не бью свою жену, во-вторых, герцогиня не наставляет мне рога, и в-третьих, у вашего величества нет подданного более преданного, чем я. Так в 27 лет молодой человек, совсем недавно приехавший из Вилле-Котре, не имея ни положения, ни протекции, ни денег, ни образования, превратился в человека известного, почти знаменитого, принятого как равный небольшим, но блестящим кружком людей, которые в недалеком будущем вдохнут новую жизнь во французскую поэзию и драматургию. Для того, чтобы он достиг столь ошеломляющего успеха, понадобилась удивительная цепь случайностей, встреча с Левеном, обратившим его внимание на театр, встреча с Нодье на спектакле «Вампир», барельеф, попавшийся ему на глаза на выставке, книга, будто с судьбой, открытая на нужной странице, пребывание на посту директора комедии францез барона Тейлора, покровительствовавшего новой школе. Но случай благосклонен лишь к достойным. Каждому человеку в течение дня представляется не менее десяти возможностей изменить свою жизнь. успех приходит лишь к тем, кто умеет их использовать. На службу своему огромному чистолюбию молодой Дюма поставил необузданное воображение, страсть к героизму, удивительное трудолюбие и образование, хотя и бессистемное, но пополнявшееся с пылом и рвением. Он одержал победу не потому, что ему помогло стечение обстоятельств, а потому, что был способен повернуть в свою пользу любое обстоятельство. Часть третья Антони Какой славный человек! Он казался огромным ребенком, таким наивным и добрым было его лицо. Марселина Деборд Вальмор Глава первая Мелани Вальдор В 1829 году Дюма исполнилось 27 лет. Он был колоссального роста и поражал своеобразной мужественной красотой. Автор нашумевшей пьесы, создатель нового жанра, он был принят как равный в кругу писателей и художников. Можно легко понять, что Виктору Гюго, возглавлявшему святое семейство поэтов, высокомерному и сдержанному в своем неизменном сюртуке черного сукна, этот шумный и неистовый гигант должен был казаться несколько вульгарным. Но Дюма так наивно радовался своим успехом, что на его бахвальство нельзя было долго сердиться. Шарль Нодье, его первый покровитель, открыл перед ним двери своего салона в арсенале излюбленного места сборищ новой школы. Хозяин дома, блестящий рассказчик, был хранителем библиотеки арсенала, ставшей его вотчиной. Его дочь, Мари, росла красавицей. Все поэты были ее друзьями, многие из них в нее влюблялись. По воскресеньям в салоне зажигались все люстры. Там можно было встретить патрона комедии францесс Тейлора, Софи Ге и красавицу Дельфину Ге, Гего, Виньи, короче, всех молодых поэтов, Боланже, Деверриа, короче, всех молодых художников. С восьми до десяти Нодье, прислонившись спиной к камину, с непревзойденным мастерством рассказывал всевозможные истории. В десять часов Марина Дье садилась за пианино и начинались танцы, а люди серьезные, забившись в какой-нибудь угол, продолжали спорить о политике и литературе. С тех пор, как Дюма впервые появился в арсенале, Нодье мог время от времени дать себе отдых. Молодой Александр был таким же талантливым рассказчиком, как и хозяин дома. О чем бы он ни говорил, о детстве, об отце генерале, о Наполеоне или о своих схватках с Мадемуазель Марс, все было одинаково живо и занимательно. Дюма и сам любил себя слушать. Как-то раз после обеда в обществе его спросили. Ну, как прошел обед, Дюма? Черт побери, ответил он, если б там не было меня, я бы страшно скучал. Молодой самоучка, чье невежество во многих вопросах было просто неправдоподобным, испытывал благоговение перед Нодье, знавшим все на свете и еще целую кучу вещей сверх того. Нодье делал все, что мог, чтобы облагородить вкус Дюма, и даже пытался, правда, безуспешно излечить его от хвостовства. С тех пор, как Генрих Третий начал приносить ему доход, Дюма стал носить пестрые жилеты и обвешиваться всевозможными драгоценностями, брелоками, кольцами, цепочками. Все вы негры одинаковы, ласково говорил ему Нодье. Все вы любите стеклянные бусы и погремушки. Молодой человек нисколько не обижался, когда ему напоминали о его происхождении, ведь он гордился им, если только собеседник говорил по-дружески, как Нодье. Другие часто оскорбляли его, однако он чувствовал себя слишком сильным, чтобы унижаться до ненависти. Но он ощущал потребность постоянно доказывать самому себе, что стоят не меньше, а то и больше, чем другие. Вот почему у него временами появлялся заносчивый тон, вот откуда его врожденная склонность сочувствовать любому бунту против общества, бунту незаконно рожденных изгнанников подкидышей. Каковы бы ни были причины, выкинувшие человека из общества, цвет кожи, раса, незаконное происхождение, увечья, он чувствует себя братом всех этих отщепенцев. В 1829 году Байрон еще оставался кумиром юношества. Молодые люди подражали его дендизму, его разочарованности, если могли, его храбрости и таланту. Дюго, Виньи и Ламартин, люди семейные и религиозные, были в то время очень далеки от свободы чувств, проповедуемой Байроном. Дюма, человек свободный и с полким темпераментом, провозгласил себя ее горячим сторонником. Он не хранил верности кроткой белошвейке Катрине Лябе, матери своего незаконно рожденного сына, но продолжал содержать ее и ребенка. Иногда он даже проводил с ней ночь, но разве могли прозаические, хотя и очаровательные добродетели швеи удовлетворить человека, живущего в обществе Христины Шведской, герцогини Дегиз и Мадемуазель Марс. В 1827 году кто-то из друзей повел его в Пале-Рояль на лекцию эрудита Матье Вильнава. После чтения его представили семье лектора, и он получил приглашение на чашку чаю. Вильнавы жили очень далеко, где-то на улице Вожерар, но почему-то решили пойти туда пешком, и Дюма предложил руку дочери хозяина Мелани. Путь оказался достаточно долгим, чтобы они успели открыть друг другу душу и влюбиться. Шестью годами старше Дюма. Мелани уже семь лет, как была замужем за офицером, уроженцем на Мюра, принявшим французское подданство, которому к тому времени стукнуло сорок. Франсуа Жозеф Вальдор, капитан интендантской службы шестого полка легкой пехоты, расквартированного в Тионвиле, жил в своем отдаленном гарнизоне. Из дела этого офицера с отличным состоянием здоровья мы узнаем, что у него 2200 франков ренты и еще столько же в перспективе. Характеристика у него была самая блестящая. Поведение превосходное и в полном соответствии с уставом. Нравственность безупречная. Способности значительные. Общее образование основательное и разностороннее. Познания в военном деле не оставляют желать ничего лучшего. Отношение к службе ревностное исполнительное. Как могла Мелани Вальдор, по натуре похожая на романтическую героиню, поэтесса алчащая бесконечного и обуреваемая жаждой познать все, полюбить этого положительного волонца. Она упрекала его за то, что он недостаточно пылко за ней ухаживал. Родив от этого брака дочь, что едва не стоило ей жизни, Мелани, которой провинция изрядно наскучила, переехала в Париж и поселилась в доме своих родителей. Там у нее собирался литературный салон. Отец ее, бывший главный редактор Котидиен, директор Журналь де Кюре и основатель Мемориаль Релижье, сумел собрать в своем маленьком старинном особняке бесценную коллекцию книг, рукописей, гравюр и особенно автографов. Он был первым во Франции, кто увлекся этим занятием и пропагандировал его. Этот эрудит, профессор истории и литературы, переводчик Вергилия и Овидия, был человеком очень подозрительным. Он ревновал свою старую супругу и в слежке за Мелани доходил до того, что перехватывал ее письма. Но у всякого коллекционера есть своя Ахилесова пята. Хитрый Дюма покорил Вильнава, подарив ему письма Наполеона и маршалов империи, адресованные генералу Дюма, за что тотчас же получил приглашение устроить чтение Генриха Третьего и его двора в салоне музея, где царила Мелани. Родственная душа была красивой и хрупкой женщиной с ласковым взором и видом скромницы, который сводил с ума Александра. Любовным битвам Мелани предпочитала осадные работы. Как и Жюльетта Рекамье. Она хотела, чтобы любовный календарь всегда показывал весну и чтобы период ухаживания длился вечно. Это отнюдь не устраивало пылкого Дюма. Он настигал ее за дверьми, сжимал в объятиях, силой он пошел в отца генерала и душил не успевшие родиться протесты нескончаемым потоком пламенных поцелуев. Ей становилось все труднее устоять перед этим бурным натиском. Он ежедневно писал ей неистовые письма, исполненные бешеной страсти, в которых обещал нечеловеческие наслаждения и вечную любовь. Пусть слова «я люблю тебя» всегда окружают тебя, покрывают твои губы тысячи жгучих поцелуев, поцелуев, которые заставляют трепетать и таят в себе обещания неземного блаженства. Прощай, моя жизнь, моя любовь, я мог бы написать тебе целый том, но на более толстый пакет без сомнения обратят внимание. Мелани сопротивлялась с 3 его июня, в этот день она познакомилась с Дюма. до 12 сентября 1827 года. Затем сдалась. Да и как можно было противиться этой стихийной силе? Выдерживать такую осаду 3,5 месяца было уже достаточно почетно. Дюма снял маленькую комнатку, которая должна была стать приютом их счастья, взвалив таким образом на себя расходы на содержание трех очагов, Катрины Лябе, генеральше Дюма и холостяцкой квартирки. Мелани согласилась прийти к нему и стала наконец его любовницей. Так как добродетельный капитан Вальдор познакомил ее лишь с сазами плотской любви, она была сначала не только ослеплена, но и поражена. Александр Дюма, Мелани Вальдор, Весь день вместе, какое блаженство, какое блаженство, я буквально пожирал тебя, мне кажется, что и вдали от меня ты должна чувствовать на себе мои поцелуи, таких поцелуев тебе еще никто не дарил. О, да, в любви ты поражаешь чистотой, я готов сказать, неискушенностью пятнадцатилетней девочки. Прости мне, что я не дописал страницу, но мать напустилась на меня с криком, яйца готовы, Дюма, Дюма, иди, а то они сварятся вкрутую. Ну, скажи, можно ли противиться такой суровой логике? Итак, прощай, мой ангел, прощай. Ну, что ж, маменька, если яйца сварятся вкрутую, я их съем с оливковым маслом. Вскоре она стала жаловаться на его ненасытность. Ему не хватает деликатности, говорила она. По ее мнению, она не получала от него той порции возвышенных чувств, на которые имеет право чувствительная женщина. Она упрекала его в том, что он не умеет вкушать наслаждение и, как всякое существо, еще не вошедшее в новый ритм плотской любви, страдала от сердцебиений, головокружений и приступов ипохондрии. Он оправдывался. Мой безумный, злой, добрый и милый друг мой, как я тебя люблю. Больна ты или здорова, весела или печальна, сердита или ласкова. Что значит слова твои, если ты сидишь у меня на коленях, я прижимаю тебя к сердцу? Говори мне тогда, что ты ненавидишь меня, что ты меня презираешь. Пусть, если тебе так хочется, но ласки твои все равно опровергают тебя. Дюма, как только у него появлялись деньги, немедленно их тратил. Так как постановка Генриха Третьего принесла ему приличную сумму, он снял в пасси маленький домик для Катрины Лябе и своего ребенка и квартирку для себя в доме номер двадцать пять по университетской улице. Там на подоконниках цвела герань, которая стала для Александра и Мелани символом их любви. Переезд почти окончен, мой ангел. Я сам уложил наши картонки, белье, картофель, масло и сахарное сердце. Нам будет там неплохо, к тому же это гораздо ближе к тебе и гораздо меньше на виду, потому что на лестницу выходит только дверь нашей квартиры, а дом принадлежит торговцу мебелью, так что все будут думать, что ты зашла что-нибудь купить. Здесь царила Мелани. Здесь собирался узкий кружок верных друзей Адольф де Левен, а французившийся швед. Очаровательная муза Дельфина Ге. Здесь бывали Бальзак, Гюго, Виньи. Здесь Дюма прочел новый вариант Христины. Он воспользовался проволочками цензуры, чтобы основательно переделать пьесу, добавил к ней пролог в Стокгольме эпилог в Риме, ввел второстепенную интригу и еще один персонаж Паулу, любовницу Мональдески. Теперь королева мстила не за политическое предательство, а за любовную измену. Тем временем Христина Сулье с треском провалилась в Адеоне. Директор театра Феликс Орель написал Дюма письмо с предложением поставить его пьесу. Дюма из Щепетильности посоветовался с Сулье и тот ответил «Собери обрывки моей Христины, а их, предупреждаю тебя, наберется немало, выкинь все в корзину первого проходящего мусорщика и отдавай твою пьесу». Получив разрешение друга, Дюма принял предложение Ореля. В те времена считали, что Адеон находится где-то на краю света. В 1828 году его было даже закрыли, но мэры трех кварталов, окружавших Люксембургский сад, потребовали, чтобы его снова открыли. Для них, писал Дюма, это вопрос коммерческой, и дело тут не в искусстве. Они хотят вдохнуть жизнь в парализованную половину могучего тела Парижа. Дюма считал, что конкуренция Адеона подхлестнет французский театр, который не пускал на свою сцену неизвестных авторов. Но газеты ополчились против этого отдаленного театра. Адеон? Да кто знает где это? Адеон прогорит и без огня. Наконец в 1829 году директором Адеона стал Орель. Орель личность необычная был когда-то аудитором государственного совета, генеральным инспектором мостов, при империи префектом департамента Ланды. Потом, когда реставрация положила конец его административной карьеры, он стал директором театра, так как был любовником мадемуазель Жорж, что, надо сказать, вполне достаточное основание. Умный и язвительный Орель, вечно стоявший на грани банкротства, вряд ли заслуживал доверия, но, как писал Дюма, видеть его всегда приятно, потому что он очень занятно говорит. Дайте ему в лакее Маскарилля и Фигаро, и если он не обведет их обоих вокруг пальца, пусть меня называют Жоржем Данденом. Смеялись над бонапартизмом Ореля, над его неразборчивостью, но он был настоящим гением по части рекламы и вскоре стал глашатаем романтической драмы. Его любовница мадемуазель Жорж была когда-то любовницей Наполеона и навсегда осталась кумиром бонапартистов. Ей было 43 года, и ее скульптурная красота продолжала вызывать восхищение. «Жорж хорошая тетка», писал Дюма. «Она, хоть и напускает на себя величественность и держится как императрица, позволяет любые шутки и смеется от всего сердца, тогда как мадемуазель Марс лишь принужденно улыбается». Царь как-то сказал, что Жорж носит корону лучше, чем сама Екатерина Великая. В 1830 году бульварные писаки с непристойной жестокостью упражнялись в остротах по поводу ее толщины. Господин Орель утверждает, что весь Адеон это мадемуазель Жорж. Теперь мы понимаем, почему она так толста. Английской лошади, обежавшей Марсово поле за 4 минуты, вчера удалось всего за 5 минут проскакать вокруг мадемуазель Жорж. Но Банвиль писал, беспощадное время не коснулось этой блистательной Елены и не смогло превратить ее в старуху. Романтики изо всех сил старались создавать для нее роли, подходящие к ее комплекции. «Каких только толстых королев и тучных императриц», писал Теофиль Готье, «мы не раскапывали для нее в истории. Теперь вакантным остались княгини небольшого роста и объема, и мы не знаем, что же нам делать». Была ли Христина шведская дородной? Во всяком случае, она была королевой, и мадемуазель Жорж очень хотела получить эту роль. После провала Сулье она стала поддерживать Дюма. Орель пытался добиться некоторых поправок, но актеры одержали верх. Не только мадемуазель Жорж мечтала сыграть Христину, но и молодому поэтичному смелому Локруа понравилась роль Мональдески. Пьеса была далека от совершенства, но в ней было много действия, и как всегда у Дюма прекрасные концовки актов. Ну что ж, мне жаль его отец, пусть его прикончат. Ко дню премьеры 30 марта 1830 года в Париже не улеглась еще буря поднятая Эрнани. Крикуны и Бузенга перекочевали из французского театра Водеон. Раздавали свои крики «Мошенники!» «Дураки!» «Консерваторы!» «Мерзавцы!» Когда в эпилоге Христина обратилась к врачу с вопросом «Скажите, долго ли мне смерти ждать?» Один из зрителей поднялся и закричал «Если через час она не умрет, я уйду!» Локруа играл так темпераментно, что Дельфина Ге забывшись громко воскликнула «Дальше Локруа!» «Дальше!» По правде говоря, Христина не стоила Генриха Третьего и его двора. Это было произведение ублюдочного жанра, полудрама, полутрагедия. Стихи Дюма, который был скорее рассказчиком, чем поэтом, не могли сравниться с его прозой. Сулье, честный собрат, узнав, что против пьесы существует заговор, купил пятьдесят мест в портере и предложил Дюма для поддержки новой Христины, рабочих со своей деревообделочной фабрики. И все же, несмотря на эту поддержку, когда занавес опустился в последний раз, в зале поднялся такой шум, что никто не мог понять, как рассказывал потом сам Дюма, что это означает успех или провал. За премьерой последовал ужин на университетской улице. Среди приглашенных были Гюго, который только что одержал триумф Сырнани, и Эньи, чей венецианский мавр имел успех у публики. Как верные товарищи, они по просьбе Александра Дюма, в то время, как остальные гости пировали, сели за переделку доброй сотни строк из числа самых неудачных, ошибанных публикой. Зал хохотал, когда мадемуазель Жорж, рассказывая о приеме шведских послов, продекламировала, как еле древние приблизились о ней. В переделке Гюго, а тут несомненно чувствуется его рука, четверостишие зазвучало так. Они подобны кипарисам в час метели, их волосы от буй дворцовых побелели, те буря столько раз грозили им бедой, и белым снегом их покрыли сединой. Это было гораздо лучше, и так как обязательные друзья, кроме того, сделали еще и необходимые сокращения, на втором представлении пьесе аплодировали. Когда Дюма, опьяненный успехом, пересекал площадь Адеона, перед ним остановился фиакр. Сидевшая в нем женщина опустила стекло и окликнула его «Дюма!» Он узнал «Марри Дорваль». «Ах, у вас настоящий талант!» сказала она ему. Это положило начало дружбе и роману. На следующий день книгопродавец предложил Дюма двенадцать тысяч франков за право опубликовать пьесу. Богатство следовало по пятам за славой. Глава вторая Антони 1830 Решающий год для романтической школы. Революцией в литературе эхом откликнулась революция на улицах. Бурная эпоха, когда бои шли повсюду, в залах театров, на баррикадах и даже в семьях. Ведь романтики обязаны испытывать великие страсти. То было время, когда Сент-Беофф ухаживал за госпожой Гюго, когда будущее Жорж-Сант ушла от барона Дюдевана, когда Альфред Девиньи отчаянно добивался любви Мари Дорваль, когда Бальзак, устав от своей дилекты, готов был воспылать страстью к неуловимой маркизе Де Костри. Жизнерадостный Дюма сам нисколько не страдал, но он должен был следовать за модой. И вот, чтобы не отстать от других, он тоже сделался ревнивцем. К кому же ревновать? Да к капитану Вальдору, смиреннейшему мужу своей любовницы. И вот однажды, когда Мелани после продолжительных супружеских каникул получила от почтенного офицера письмо, в котором тот сообщал, что вскоре приезжает в Париж на побывку, Дюма помчался в военное министерство упрашивать служившего там друга аннулировать отпуск. Я чуть было не сошел с ума, говорил он. Однако мучения эти он испытывал лишь на словах. К тому же муж так и не приехал, и комедия эта разыгрывалась еще не раз. Александр Дюма Мелани Вальдор Если б только Господь услышал твои слова о любовь моя, когда ты говорила, что твой супруг, возможно, не приедет в январе. Ой, если б он услышал тебя, и тогда бы ты снова увидела меня счастливым и довольным. Ты не знаешь, насколько я сжился с иллюзией, что ты моя и только моя. Я не могу и помыслить о том, что тобой может обладать другой. Нет, мне кажется, что ты принадлежишь мне, только мне, а его возвращение разрушит эту иллюзию. О, повтори еще раз, почему ты думаешь, что он может не приехать в январе? Скажи мне, какая фраза в его письме заставила тебя это предположить? Я бы предпочел, чтобы ты провела полгода в жари, тому, чтобы он приехал хотя бы на два дня в Париж. Там в жари я не смогу видеть тебя, но там ты будешь одна. А здесь, о, любовь моя, если б твой план мог осуществиться и ты сняла бы для мужа комнату в отеле, как я был бы счастлив. Ты не можешь понять, какие терзания я буду испытывать вдали от тебя, в одиночестве, зная, что в одной постели совсем рядом у муки. Ангел мой, жизнь моя, любовь моя, устрой это. Сам Дюма не упускал случая обмануть свою томную Мелани, в то же время продолжая разыгрывать романтические страсти. Он пишет Мелани об их неистовых жгучих поцелуях, угрожает объединить любовь и смерть и даже убить капитана консорта, отнюдь не заслужившего подобной жестокости. На деле же он вполне довольствуется тем, что надоедает военному министерству бесконечными просьбами не переводить Вальдора ни в Париж, ни даже в Курбевуа, так как это слишком близко от Парижа. Необходимо добиться его производства в майора, моя любовь. У нас нет другого способа уладить это дело. Великолепный сюжет для бальзаковского романа во что обходится повышение военным. Александр Дюма Мелани Вальдор «Наконец ты поняла меня. Ты узнала, что такое любовь, потому что ты познала ревность. Что может сравниться с ней? Какие дураки эти богословы, выдумавшие ад с его физическими муками? Мне жаль их. Для меня адом будет видеть тебя в объятиях другого. Проклятие! Одна мысль об этом может довести до преступления». И в стихах отвратительных «Ты нежностью своей пенишь меня напрасно. За этот светлый день я заплачу тоской, когда в других руках холодных и бесстрастных потухнет завтра трепет твой. Но ревностью томяс, познав ее отраву, тебя я не смогу презрением наказать. Слова пред алтарем другому дали право тобой до гроба обладать. Словами этими ты продала навечно те ласки, что теперь запретны для любви. Когда в супружестве утрачен жар сердечный, вступает долг в права свои». Литературщина конечно. Но тем не менее она вызвала к жизни Антони драму, сыгравшую большую роль в истории театра, потому что это была драма не историческая, а современная, и в ней впервые была выведена на сцену женщина, совершившая прелюбодеяние, образ, который потом более чем на столетие оккупирует французскую сцену. Александр Дюма Мелани Вальдор «В Антони ты найдешь многое из нашей жизни, ангел мой, но лишь то, чего никто, кроме нас с тобой, не знает. Так в чем же дело? Публика ведь ничего не поймет. Поймем только мы, ты и я, и для нас это будет источником вечных воспоминаний. Что же до Антони, то я думаю его узнают, потому что этот безумец очень напоминает меня». Конфликт между личностью и обществом, страстью и долгом, который 17 век решал в пользу общества и от которого 18-й бежал в легкомыслие и распутство, мог теперь быть решен лишь насильственным путем. В современном обществе страсть сорвалась с цепи. И на весь 19-й век страсть воцарится в театре, принеся с собой бурю чувств, слов, кинжальных ударов и пистолетных выстрелов. Антони испугал актеров комедии францесс, зрителей он потряс. Антони, бунтарь по натуре, незаконно рожденный, как Дидье в Марион Делорн, не может жениться на любимой им Адели, потому что у него нет ни семьи, ни положения в обществе, ни профессии, ни состояния. Молодую девушку выдали замуж за полковника барона Дерве, капитан Вальдор на сцене все же получил повышение. В один прекрасный день Антони вновь появляется. Он останавливает лошадей, понесших карету Адели. Антони ранен, его приносят в дом Адели. Они признаются во взаимной любви, но Адель, раба общественной морали, пытается сопротивляться. Страстью, жалобами на несправедливость света Антони доводит ее до того, что она готова попасть. Тогда она, как порядочная женщина, решает бежать к мужу, который находится в Страсбургском гарнизоне. Антони хитростью завлекает Адель в ловушку и проводит с ней ночь любви в гостинице Итенхейм. Свет осуждает ее. Полковник спешит в Париж из своего гарнизона и застает преступных любовников врасплох. Адель я слышу шаги на лестнице. Звонок это он беги беги Антони нет я не хочу убежать ты говорила мне что не боишься смерти Адель нет нет уж жалься надо мной убей меня Антони ты жаждешь смерти смерти которая спасет твою репутацию и репутацию твоей дочери Адель на коленях молю тебя об этом голос за сценой откройте откройте взломайте дверь Антони и в последний миг ты не проклянешь своего убийцу Адель я благословлю его но поспеши ведь дверь Антони не бойся смерть опередит его но подумай только смерть Адель я хочу ее жажду ее молю о ней кидаясь к нему в объятия я иду ей навстречу Антони целуя ее так умри же закалывает ее кинжалом Адель падая в кресло ах дверь в клубине сцена распахивается полковник Дерве врывается в комнату полковник Дерве негодяй что я вижу Адель мертвая Антони да мертвая она сопротивлялась мне и я убил ее он бросает кинжал к ногам полковника Дерве занавес пьеса была ловко сделана через все пять актов действия с похвальной экономией средств неслось к развязке ради которой собственно и было написано все остальное Дюмаш считал что драматург должен прежде всего найти финальную фразу а потом исходя из нее строить всю пьесу в эпоху когда существовали лишь исторические или скобрезные пьесы драма в которой на сцену выводился современный свет с его страстями не могла не казаться новаторской и смелой Дюма в Антони вкладывает в уста одного из персонажей писателя Эжена де Вильи такой монолог история завещает нам факты они собственность поэта но если мы мы живущие в современном обществе попытаемся показать что под нашим кургузом и нескладным фраком бьется человеческое сердце нам не поверят сходство между героем драмы и партером будет слишком велико аналогия слишком близка и зритель следящий за развитием страсти героя захочет чтобы тот остановился там где остановился бы он сам если то что будет происходить на сцене превзойдет его способности чувствовать или выражать твои чувства он откажется это понимать он скажет это неправда я ничего подобного не испытываю когда женщина которую я люблю мне изменяет я конечно страдаю некоторое время но я не закалываю ее кинжалом и не умираю сам доказательством тому что я сейчас перед вами а потом вопли о преувеличениях о мелодраме заглушат аплодисменты тех немногих наделенных к счастью или к несчастью более тонкой конституцией которые понимают что в девятнадцатом веке люди испытывают те же чувства что и в пятнадцатом веке и что под суконным фраком сердце бьется так же горячо как и под железной кольчугой наделить современника неистовством страстей свойственным людям возрождения вот что пытался сделать Александр Дюма и это вновь сочли весьма смелым новаторством настолько смелым что ни случи с революцией 1830 года цензура никогда бы не согласилась пропустить пьесу после июльских дней стало наконец возможно изображать нравы не прибегая к ретуши завоевание этих свобод дало нам Бальзака но в то время когда Дюма писал Антони то есть до 1830 года цензура была еще сурова Дюма не мог просто констатировать прелюбодеяние он должен был осудить и покарать его Бальзак сможет позволить себе больший цинизм Диана де Муфреньес княгиня де Каденьян пройдет безнаказанно через тот костер страсти на котором заживо сгорела Адель Но Дюма еще не имел права заявить со сцены что женщина может быть счастлива даже если она и повинна в прелюбодеянии хоть сам он в это верил и возможно напрасно потому что его собственное легкомыслие сделало несчастной не одну любовницу Глава 3 Жозеф Мое двуствольное ружье Дюма никогда не отличался постоянством любви и хотя Мелани Вальдор оставалась его ангелом Дюма окружал еще целый сон ангелов второстепенного значения он увлекался не только Виржинии Бурбье из Кумедии Францесс но по всей вероятности и малюткой Луизой Депрео которая исполняя роль пажа в Генрихе Третьем показывала прихорошенькие ножки и конечно же Мари Дорваль которая в жизни отдавалась любви так же самозабвенно как и на сцене затем появилась более опасная соперница актриса Бель Крельсаметт по сцене Меланиса Ре игравшая в турне герцогиню Дегис Фермен представил ее Дюма в конце мая 1830 года у этой красавицы были черные как смоль волосы бездонные глаза лазурной синевы нос прямой как у Венера Милосской и жемчужные зубки она пришла просить ангажемент Дюма предложил ей связь она сопротивлялась три недели меньше чем первая Мелани но срок тоже вполне почетный Бель снял квартиру на университетской улице неподалеку от Дюма она жила в доме номер семь он в доме номер двадцать пять в июне 1830 года Мелани Вальдор уехала с матерью в Жари имение Вильнавов около Клисона и Дюма стал проводить все свободное время у Мелани второй Дель Крельсамер умная еврейка вскоре приобрела на Дюма сильное влияние в июле когда Антони был почти закончен Дюма начал готовиться к путешествию в Алжир он хотел осмотреть недавно завоеванный город Бель Крельсамер собиралась проводить его до Марселя она разумеется не одобряла его поездки любовь считала она должна побеждать любопытство 26 утром Дюма пришел к ней и заявил что она может распаковывать чемоданы Монитер опубликовал указы Министерства Полиньяка направленные против свободы печати для Дюма как и для многих других эти указы предвещали крушение монархии республиканец в душе он искренне надеялся что Париж восстанет то что мы увидим здесь будет поинтереснее того что я мог бы увидеть там сказал он Затем он позвал своего слугу Жозеф иди к оружейнику приказал он и принеси мое двуствольное ружье и 200 патронов 20-го калибра Звучная реплика в стиле мелодрамы но продиктована она была подлинной храбростью Когда три славных дня июльской революции обернулись драмой и при том драмой имеющей шумный успех Дюмаза хотел сыграть в ней роль первого любовника героического и дерзкого роль была сыграна с лихостью несвободной однако от тщеславия целых три дня он носился по Парижу метался между улицами где шли бои и местами где создавалось общественное мнение ратушей академией конторой национале в мемуарах он одинаково живо рассказывает о боях и об этих сборищах в перерыве между двумя перестрелками он спешил токбольной матери от которой скрывали происходящее токбель на университетскую улицу там были в курсе всех событий я обещал оставаться наблюдателем и ни во что не вмешиваться лишь под этим условием меня выпускали из дому но спектакль оказался слишком увлекательным чтобы можно было удержаться от участия в нем надев охотничий костюм набив карманы пулями перекинув ружье за спину он смешался с толпой его хорошо знали в квартале что нам делать обращались к нему строить баррикады все в духе лучших традиций он отправился в поле рояль и поднялся в канцелярию там он встретил своего бывшего патрона удара который следил за событиями чтобы вовремя пристать к победителям и которого он насмерть перепугал своим воинственным облачением и смелыми речами он шел по направлению к сене когда вдруг увидел что на башнях Нотр-Дам развивается трехцветное знамя и застыл на месте не помня себя от счастья двуствольное ружье сделало его главарем целой ватаги повстанцев студенты воспитанники политехнической школы рабочие браталис объединенные общей ненавистью к бурбонам толпа водрузила на лошадь какого-то старика военного вида и произвела его в генералы драма сбилась на водевиль капитан королевской армии остановил Дюма и его отряд куда вы идете в ратушу зачем сражаться честно говоря господин Дюма я не думал что вы так безрассудны так вы меня знаете я дежурил у Адеона когда первый раз давали Христину а кстати когда же мы увидим Антони как только закончим революцию они откланились Дюма зашел к своему другу художнику Литьеру колокол Нотр-Дам гудел заглушая звуки перестрелки сына Литьера отправили на университетскую улицу успокоить одну дорогую моему сердцу особу а именно Дель Крельсомер на следующее утро Дюма снова рянулся в бой он ворвался в Тюэлери вместе с народом и нашел там в библиотеке герцогини Берийской экземпляр Христины в лиловом бархатном переплете он унес его и подарил молодому Феликсу де Виолену в ратуше провозгласили свержение бурбонов раскроено было хорошо настало время сшивать но кто бы мог добиться единства в стране способен ли Лафаэт возглавить республику нет он боялся ответственности в той же мере в какой искал популярности Кьер и Лафит предлагали герцога Орлеанского но что будет если Карл X поведет на Париж войска сохранившие ему верность Дюма послышал как Лафаэт сказал мы не смогли бы сделать и четырех тысяч выстрелов не хватало пороха но разве нет порохового склада в Суассоне Дюма уроженец тех мест хорошо знал что есть генерал сказал он Лафаэту хотите я привезу вам порох его очень соблазняла возможность вернуться в родные края воинам революции он преодолел все препятствия получил письменный приказ и уехал счастливый у Вилле Котре его встретили настоящей овацией вид его кабриолета с развивавшимся над ним трехцветным знаменем заставил высыпать на улице даже тайных оппозиционеров все старались заполучить Дюма к себе на обед он отправился к своему бывшему заслуживцу Пае и рассказал ему о событиях трех дней рассказ его прерывался восторженными криками но ехать в Суассон ему отсоветовали разве может один человек ну пусть даже несколько человек справиться с роялистским гарнизоном однако Дюма поехал и все обошлось благополучно в своих мемуарах он сильно драматизирует этот эпизод по его словам он с револьвером в руке ворвался к коменданту гарнизона Виконту де Линьеру в этот момент в комнату вбежала госпожа де Линьер с криком сдаваясь и немедленно сдаваясь друг мой негры опять взбунтовались вспомни о моих родителях погибших в Сан-Доминго отдай приказ умоляю тебя Линьеры впоследствии утверждали что комендант еще задолго до приезда Дюма обещал передать порох национальной гвардии Суассона но какое это имеет значение ведь сам автор по-видимому глубоко уверовал в свой рассказ и весьма увлекательно описал этот подвиг достойный Горация Коклеса Тирольского да и потом как разобраться где тут истина отчет Александра Дюма генералу Лафаету об изъятии пороха был опубликован 9 августа 1830 года в Монитёре и тогда никто не опровергал его точно известно также что он привез 3500 килограммов пороха в ратушу и что его бывший покровитель герцог Орлеанской которому вечером того же дня предстояло сделаться королем Франции сказал ему быть может не без улыбки господин Дюма вы создали свою лучшую драму после этого Дюма возымел далеко идущие планы и уже видел себя министром Мелани Вальдор возвращение которой он побаивался она в это время находилась в Вандее с мадам Вильнаф Дюма писал все кончено как я тебе не раз предсказывал революция продлилась всего три дня мне посчастливилось принять в ней настолько активное участие что меня заметили Лафаэт и герцог Орлеанской вслед за этим последовала ответственная миссия в Суассон где я в одиночку захватил запасы пороха что окончательно укрепило мою военную репутацию герцог Орлеанской по всей вероятности станет королем и тебе придется адресовать свои письма иначе поблагодри меня за мою леность я уверен ты поймешь как мне трудно покинуть Париж в такое время и все же я так хочу видеть тебя что при первой же возможности сяду в почтовую карету хотя бы только для того чтобы сжать тебя в объятиях повторяю в моем положении многое должно измениться я не могу тебе об этом сказать в письме но тем не менее я думаю ты можешь не сомневаться что твоего Александра ждет большое будущее и через несколько дней не тревожься мой ангел все идет хорошо герцога Орлеанского вчера провозгласили королем я провел вечер при дворе августейшая семья ведет себя так же просто и доброжелательно как и раньше я написал тебе сегодня три письма и послал их по трем разным адресам прощай любовь моя тебе не стоит приезжать сейчас в Париж я думаю что смог бы приехать к вам и провести конец этого месяца и весь следующий месяц с тобой я уезжаю послезавтра любовь моя предприму небольшое путешествие после чего приеду к тебе я счастлив что могу уехать сейчас из Парижа когда ты получишь мое первое письмо я буду уже в пути он и в самом деле попросил Лафаэта послать его в Бандею для формирования как говорил он национальной гвардии на случай нового шуанского мятежа а главное он хотел поедаться со своей любовницей и успокоить ее в отсутствие Вильнава не пожелавшего в это смутное время расстаться со своими бесценными автографами мадам Вильнав покладистая мать пригласила Дюма провести несколько недель в жаре Лафаэт который тогда пытался всем и во всем угодить дал ему рекомендательное письмо к вандейским либералам Дюма тотчас же заказал себе немыслимую форму кивер с красными перьями серебряные эпулеты пояс васильковый мундир и трехцветную кокарду вандея где национальной гвардии не было и в помине и где не в граммах все приказы префектуры не вывесили ни одного трехцветного знамени Дюма только и делал что поглощал обильные трапезы и уверял в своем раскаянии Милайни которая узнав о похождениях своего любовника посылала при подстрекательстве матери глупейшие письма Мари Дорваль и Бель Рельсамер Дюма покинул вандею 22 сентября оставив Милани совершенно больной Дюма Милани как ты себя чувствуешь моя любовь ты должна понять что только жестокая необходимость заставила меня уехать ради бога мой ангел не расстраивайся так это вредит твоему здоровью и верь непременно верь в то что между нами существует чувство более глубокое чем сама любовь которая переживет все наши размолвки я не увижу ее по возвращении в Париж мой ангел и все же мне необходимо встретиться с ней спустя несколько дней чисто по-дружески чтобы объяснить причину разрыва но он этот разрыв произойдет сколько бы она не плакала театр утешит ее прощай моя любовь я выпью чашку кофе и отправлюсь в путь если я остановлюсь хотя бы часа на два в Блуа я напишу тебе как это напоминает излияние Бальзака в письмах к мадам Ганской по неволе задумаешься стоит ли завидовать великим людям в Париже он застал статус-кво от которого можно было прийти в отчаяние там росло недовольство политикой кабинета и прямо пропорционально ему росла любовь к королю Дюма верил в эту любовь потому что рассчитывал на поддержку короля и ожидал получить доказательства его признательности он написал отчет о своей миссии назвав его вандейскими записками в них он предупреждал о возможности нового шуанского мятежа давал мудрые советы и в конце склонялся к стопам государя Александр Дюма Мелани Вальдор 30 сентября 1830 года всего несколько строк моя любовь чтобы поцеловать тебя рассеять твои страхи и еще раз поцеловать письмо твоей матери меня очень обеспокоило твою записку я получил накануне разреши им моя любовь ставить тебе столько пьявок сколько нужно и не терзайся по пустякам не терзайся даже из-за сломанной герани наши бурные объяснения привели к этому преступлению потому что это поистине преступление в окружении короля ничего не изменилось я послал ему отчет но не знаю даже прочел ли он его короля полностью оградили от людей создали настоящую блокаду к нему допускают лишь тех кому нечего сказать его любят с каждым днем все больше и больше но ведут себя по отношению к нему с неуместной фамильярностью господин дюпати послал ему на днях билет члена национальной гвардии на том основании что он живет в округе поле рояля как все это глупо сломанная герань была для любовников символом беременности окончившейся на этот раз выкидышем не тревожься о будущем у нас с тобой еще будет герань по нему вспоминается бальзак который хотел чтобы иностранка подарила ему виктора оноре король Луи Филипп прочел вандейские записки и даже сделал на полях пометки дюма советовал кое-где переместить легитимистски настроенных священников сообщено в церковное ведомство написал король через удара он передал дюма что ему будет дана аудиенция молодой человек явился на нее в мундире национальной гвардии он был принят с сердечной улыбкой и тем показным добродушием которое так обезоруживало министров король сказал ему что он ошибается относительно шуанов ведь я тоже позвольте вам заметить держу руку на пульсе вандей я немного сведущ во врачевании как вам известно политика это печальное занятие отставьте его королям и министрам ведь вы поэт вот и пишите свои стихи надежды на портфель который дюма втайне питал разом рухнули уязвленный он подал прошение об отставке в котором отказывался от должности библиотекаря сир так как мои политические взгляды больше не соответствуют тем которые ваше величество вправе требовать от лиц принадлежащих к вашему дому я прошу ваше величество принять мою отставку и освободить меня от обязанностей библиотекаря имею честь остаться почтительнейшее и прочее Александр дюма после чего он перевелся в артиллерию национальной гвардии известную своими республиканскими настроениями а на стенах парижских зданий уже начали замазывать следы июльских перестрелок глава четвертая место в театре театр вновь принял его в свою лон Феликс Орель с самого начала июльской революции лелеял одну гениальную по его мнению идею так как бонапартисты объединились теперь с орлеонистами чтобы создать новый режим стало наконец возможно свободно говорить об императоре мадемуазаль Жорж которая была любовницей божества сохраняла ему самую пылкую преданность и покровительствовала этим планом генералу Дюма пришлось столько страдать по вине бонапарта что его сыну вовсе не хотела схвалить покойного императора а тут не могло быть и речи о том чтобы хулить его да и кроме того великие события империи казались ему слишком близкими чтобы выводить их на сцену но однажды когда по возвращении из Жори он ужинал как-то вечером после театра у читы Арель Жорж хозяева отпустив других гостей задержали Дюма с большой таинственностью они повели его через спальню мадемуазаль Жорж в красивый кабинет прилегавший к комнате актрисы и сказали что не выпустят до тех пор пока он не напишет драму если тема была ему не по душе то очаровательное соседство вполне устраивало хотя мадемуазаль Жорж была к этому времени уже далеко не молода и не без оснований носила прозвище исполинской мельпомены она сохранила плечи руки и грудь статуи у нее была естественная и непринужденная манера принимать ванну в присутствии приятелей и мужчин показывая при этом свою грудь греческой богинь которая могла воспламенить и менее темпераментного человека чем Дюма он написал у Наполеона Бонапарта за 8 дней это была искусно сделанная драма никак не соответствовавшая величию темы плохая пьеса плохой поступок писал Виньи я упрекнул его за то что он лягнул павших бурбонов Орель развернул шумную рекламу он объявил что истратил на постановку 100 тысяч франков в день премьеры в антрактах играли военные марши зрителей покорнейше просили явиться в мундирах национальной гвардии зал был полон военных и настроен воинственно императора играл Фредерик Леметр 30 годам этот актер прославился первым сыграв Робера Маккера в трактире Адре не негодяем а героем циничным и остроумным чуть ли не вершителем правосудия в его интерпретации пьеса из мелодрамы превращалась в комедию наполненную социальным и революционным содержанием в женитьбу Фигаро июльских дней в его героя было нечто от шекспировских шутов мрачные раскаты хохота горький сарказм это была критика общества с позиции бандита подзаборного Манфреда такая трактовка роли принесла актеру триумф Фредерик чтобы создать своего Наполеона советовался со всеми кто хорошо знал императора а таких было немало из боязни совершенно напрасно и показаться банальным он отказался от самых характерных внешних примет Наполеона руки за спиной нюхательного табака в жилетном кармане роль была сыграна смело и с блеском но это был не Наполеон Арель был разочарован публика тоже и Дюма потрясенный своей первой неудачей задавал себе вопрос неужели его вдохновение иссякло однако возвратившись домой он обнаружил записку в которой ему сообщали что в связи с отменой цензурных ограничений как оказалось на весьма короткий период французский театр начинает репетировать Антони Мадемуазель Марс согласилась играть Адель Фермен Антони распределение ролей весьма лестное и чреватое опасностями Мадемуазель Марс в высшей степени грациозная остроумная и кокетливая была будто создана для пьес Мариво но совершенно не подходила для современного характера Адели с его переходами от страсти к раскаянию Фермен оставался классическим актером в нем не было ничего от рокового героя типа Антони и еще один признак помимо множества других свидетельствующий о том что оба актера взялись не за свое дело ни один из них не решился появиться на сцене в бледном гриме а ведь бледность была неотъемлемой принадлежностью драм в духе Дюма перед июльской революцией актеры комедии францесс оказали Антони ледяной прием отвергнуть пьесу после шумного успеха Генриха третьего было невозможно но зато когда приступили к репетициям мадемуазель Марс ловко и настойчиво так как только она одна умела постаралась подогнать роль Адели к знакомым ей ролям героинь скриба фирмен со своей стороны сглаживал все острые углы своей роли в результате этого после трех месяцев репетиций писал Дюма Адель и Антони превратились в очаровательных любовников таких каких любит показывать театр жимназ они с равным успехом могли бы называться господином Артуром и мадемуазель Селестой как мог автор допустить чтобы его произведения так безжалостно выхолостили ах да как это происходит как ржавчина переедает железо как волна подтачивает скалы беспощадная мягкость мадемуазель Марс действовала не менее разрушительно друзья Дюма приходившие на репетиции говорили очень милая песка очаровательная вещичка кто бы мог подумать что ты будешь работать в этом жанре во всяком случае не я отвечал Дюма наконец появились афиши в субботу послезавтра премьера Антони когда Дюма пришел в комедию францесс на генеральную репетицию мадемуазель Марс обращалась к нему медовым голоском вам уже сообщили последнюю новость спросила она какую новость у нас теперь будет газовое освещение тем лучше нам делают новую люстру примите мои поздравления спасибо но не в этом дело в чем же тогда мадемуазель я потратила 1200 франков на вашу пьесу браво у меня 4 смены туалетов вы будете бесподобны и вы понимаете нет не понимаю я хочу чтобы публика их видела справедливое желание и раз нам делают новую люстру а когда же ее сделают через три месяца ну и что же ну вот я думаю что хорошо бы ознаменовать новую люстру премьерой Антони ах вот как да вот так значит через три месяца да через три месяца в мае это очень хороший месяц вы хотели сказать очень пригожий месяц да но и хороший тоже значит вы в этом году не берете отпуска в мае нет только с первого июня значит если мы начнем к примеру двадцатого мая то у меня будет всего три спектакля четыре подсчитала мадемуазель марс в мае тридцать один день целых четыре спектакля как это мило и мы вернемся к вашей пьесе после моего возвращения это точно даем честное слово благодарю вас мадемуазель это очень любезно с вашей стороны я повернулся к ней спиной продолжает дюма и столкнулся лицом к лицу с фирменом слышал спросил я его конечно сколько раз я тебе говорил что она ни за что не станет играть эту роль но почему черт побери ей не сыграть ее да потому что эта роль для мадам Дорваль дюма и сам давно об этом думал маленькая темноволосая хрупкая с не спадающими на лоб локонами томными глазами трепещущими губами и вдохновенным лицом мари Дорваль была не просто актриса это была воплощенная душа фигура ее казалась гибким тростником колеблемым порывами таинственного ветерка лодка 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 Продолжение следует...